В следующий раз, когда будете собираться на работу, присмотритесь повнимательнее к своей рубашке. Каждое отверстие для пуговицы прошито вертикально, но взгляните на самое последнее, оно сделано горизонтально. А все потому, что нижняя часть вашей рубашки испытывает наибольшее напряжение от натягивания, так как именно там находятся ваши бедра. Поэтому горизонтальное отверстие для пуговицы сделано вовсе не по ошибке, а чтобы ваша рубашка не рвалась при движении бедер. Слой пузырьков, который образуется, когда вы добавляете пену в свою ванну, существует не только для удовольствия. Он также помогает дольше сохранять тепло в вашей ванне. Помпон на верхней части вашей шапочки совсем не какой-то модный аксессуар. Изначально помпоны делались для того, чтобы моряки не бились головами на слишком низкие потолки кораблей. В крекерах есть отверстия, чтобы они не трескались и не ломались во время выпекания. Если бы отверстий не было, внутри крекера образовывался бы пар, и печенье деформировалось бы. Цифры на наклейках у апельсинов не случайны. Если там есть четыре цифры, и первая из них – три или четыре, это означает, что фрукты были изготовлены с использованием традиционных методов ведения сельского хозяйства. Пять цифр, начинающихся с восьмерки, означают, что апельсин был генетически модифицирован. Пять чисел, начинающихся с девятки, означают, что плод является органическим. Поля на бумаге предназначены совсем не для записи, даты и нумерации. Изначально они выполняли защитные функции. Когда-то крысы представляли огромную проблему для жилища человека и, кроме всего прочего, очень любили грызть бумагу. Поля были мерой предосторожности, чтобы крысы грызли бумагу лишь по краям и не допирались до рукописных текстов. Выкладывая купленную на вынос китайскую еду на тарелку, вы совершаете лишнюю работу. Как и любой бумажный горшочек с приправами в ресторанах быстрого питания, картонную коробку можно развернуть, чтобы получилась тарелка идеального размера, как раз для вашей еды. Длинное горлышко на вашей бутылке с газированным напитком разработано таким образом, чтобы держать ее рукой именно там. Так тепло от вашей руки будет греть только верхнюю часть бутылки, не нагревая весь напиток. Почему на лацкане есть петлицы без соответствующей пуговицы? Первоначально пуговица у пальто и курток была. Так владелец мог поднять воротник и застегнуть его на шею, чтобы согреться. Со временем люди перестали это делать и пуговицу убрали, но многие производители костюмов все еще сохраняют петлицу. Довольно трудно разглядеть свою еду в микроволновой печи из-за этой надоедливой черной решетки, но она там для того, чтобы предотвратить утечку вредных микроволн. Это клетка Фарадея, она защищает вас и одновременно служит гарантией, что ваша еда приготовится правильно. Примечательный ромбик на вашем рюкзаке называется язычок или пятачок. С его помощью можно продевать шнуры через отверстия для переноски дополнительного снаряжения. Идеально подходят для кемпинга или дальних походов. Мячики для гольфа не идеально круглые, а покрыты ямочками. Благодаря им мяч двигается по воздуху более плавно, с меньшим сопротивлением, а значит пролетает дальше и быстрее. Подушечки для макияжа по какой-то причине имеют две разные стороны. Неровная сторона используется для нанесения макияжа, в то время как другая предназначена для его удаления. Отверстия у пончиков нужны для того, чтобы внутри и снаружи они пропекались равномерно. До того, как были придуманы эти отверстия, внутренняя сторона обычно была жирной и рыхлой, а снаружи они были хрустящими. Зарядное устройство для ноутбука Apple имеет крошечные ножки, которые можно сложить, и у них есть важная функция. Эти ножки в развернутом виде позволяют обернуть кабель, а затем закрепить его на месте, предотвращая запутывания или повреждения. Взгляните на бутылку содовой, и внутри крышки бутылки вы увидите диск. Он отвечает за то, чтобы жидкость дольше оставалась газированной. Отверстие в полой палочке для леденцов вовсе не предотвращает удушье, если ее когда-нибудь проглотить. На самом деле оно нужно, чтобы удерживать конфеты на месте. Излишки конфет стекают в полую трубку, и леденец остается на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета легко бы соскальзывала. Молния на кожаных байкерских куртках часто пришивается по диагонали. Это не просто дань моде. Молнии, сшитые вертикально, могут сбиться в кучу, если владелец наклонится вперед, а диагональная молния останется на месте. Маленький треугольник на панели автомобиля предназначен для того, чтобы вы знали, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. Теперь вы даже на арендованной машине легко определите нужную сторону. Пылесосы поставляются с разным количеством насадок, но кто знает, для чего пылесосу, эта насадка с длинной щетиной. Она нужна для вытирания пыли, и к тому же идеально подходит для чистки картин в рамах, жалюзи и обожилов. Эти крошечные отверстия в лотке для шоколадных коробок на самом деле выполняют определенную функцию. Нажмите на отверстие рядом с конфетой, и она выскочит к вам в руки, и вам не придется пачкаться. Очень удобно. В некоторых небоскребах есть этажи, где нет ничего, кроме лифта. На самом деле это способ обойти ограничения по высоте. Такие пустые этажи увеличивают высоту здания и делают его более впечатляющим, не нарушая при этом контракт на строительство. Также пустые этажи помогают предотвратить распространение по зданию пожара. Пуговицы на женской рубашке традиционно находятся слева не просто так. Дело в том, что раньше такое их положение было своеобразным подтверждением богатства. Если женщину собирала горничная, ей было удобнее застегивать рубашку слева направо. Ваши кутикулы выполняют важную функцию, поэтому подумайте, прежде чем от них избавляться. Небольшой участок кожи предназначен для защиты ногтей от инфекции, без него внутрь могут проникнуть бактерии и грибок. В чем разница между деревянной вешалкой и пластиковой? Помимо того, что вешалки из кедрового дерева помогают сохранять форму одежды, они также отпугивают моль и насекомых. Если внимательно посмотреть на дверь лифта, можно заметить крошечную дырочку. На самом деле это замочная скважина, используемая в чрезвычайных ситуациях или для планового технического обслуживания. Случайные пуговицы, разбросанные по вашим джинсам, называются заклепками и расположены в самых слабых местах, чтобы защищать джинсы от разрыва из-за напряжения или движения. Корона Статуя Свободы имеет семь лучей не просто так. Они представляют семь морей и семь континентов, на которые статуя распространит свободу и независимость. Чемоданы часто делают с двумя молниями, чтобы к ним для пущей сохранности можно было прикреплять замок. Соль используется не только для приготовления пищи, она может избавлять от неприятных запахов. Втирание соли в кончики пальцев после измельчения чеснока поможет устранить запах. Это работает и для обуви. Если вы спешите, а у вашего телефона низкий заряд, переключите его в режим полета, так он будет заряжаться намного быстрее. У мужских рубашек на спине есть петля, чтобы их можно было вешать на крючок в раздевалке, чтобы они не мялись. Вазелин имеет скрытое назначение. Он отлично подходит для удаления потертостей с лакированной кожаной обуви, а еще обувь от этого будет блестеть. В багажниках есть аварийная защелка, если вы когда-нибудь вдруг случайно там запретесь. Если поискать вокруг, ее действительно можно найти, и все, что нужно будет сделать, просто потянуть за нее. Тогда багажник должен открыться. Тостеры имеют секретный отсек в нижней части, который можно открыть и почистить от хлебных крошек. Взгляните на клавиатуру вашего ноутбука. На клавишах с буквами А и О есть небольшие выпуклости. Когда ваши пальцы находятся в оптимальном положении для набора текста, указательные пальцы должны лежать на этих двух клавишах. Бугарки были сделаны для метода слепой печати, чтобы можно было правильно расположить руки для набора текста, не глядя на клавиатуру. Здравствуйте! Сегодня я покажу вам то, чего вы никогда не видели и расскажу то, чего вы не знали. Ух ты! И все это в одном видео? Какая удача! Например, автоматы с газировкой в ресторанах быстрого питания. Мы видим их красивую сторону, но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда берется вся эта газировка? Позвольте провести вас за кулисы. Та-да! Оказывается, это куча коробок с трубочками. Когда напиток заканчивается, сотрудники меняют коробку и вставляют трубку обратно. Ну ладно, давайте заглянем еще в пару мест, которые обычно скрыты от нас. Хм, вот, например, что вы увидите, если разрежете экран компьютера МАК? А это скрывается за сушилками в общественных прачечных. Сегодня в четырех из пяти семей в США есть сушилки. Но когда они только появились в 50-х годах, они не были широко доступны из-за слишком высокой цены для среднего домовладельца. Поход за продуктами не такая уж редкая практика. И все мы миллион раз проходили мимо холодильников с молоком. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что находится за ними? Оказывается, это просто полки, и сотрудники магазина складируют продукты с другой стороны. Хм, вполне логично, но я никогда себе не представлял это так. На этой фотографии показано, что находится за кнопками лифта. Очевидно, куча проводов. Все кнопки подключены к компьютеру, который управляет лифтом. Как компьютер узнает, где находится лифт в определенное время? Существует несколько возможных систем. Но самая распространенная – длинная вертикальная лента в шахте с рядом отверстий. Датчик подсчитывает количество пройденных отверстий и таким образом определяется местоположение. Ну хорошо, есть еще пара обычных вещей, которые мы все знаем, но назначение которых для большинства остается загадкой. Позвольте поделиться с вами этими секретами. Металлические заклепки на джинсах существовали с самого начала. Джейкоб Дэвис – легендарный человек, создавший первую пару джинсов, добавил медные заклепки в те места, где брюки чаще всего рвались. Сегодня они имеют скорее декоративную функцию и служат традиционным атрибутом классических джинсов. Наверняка вы видели, что на некоторых ботинках есть дополнительное отверстие, и они нужны не для вентиляции. Это дополнительные петли для шнурков, как и другие петли, которые вы используете. Они позволяют зафиксировать ботинок вокруг лодыжки, чтобы стопа не смещалась. Это особенно полезно, если в походе вы поднимаетесь и спускаетесь по холмам и тропам. А замечали ли вы полупояс сзади многих курток и пальто? Оказывается, впервые он появился на больших объемных куртках, чтобы лишняя ткань собиралась на спине и человек не спотыкался во время работы. Сегодня эти пояса добавляют только ради стиля и традиций. Большинство предметов одежды, которые вы покупаете, поставляются с небольшим мешочком с тканью или пуговицей, или истем и другим. И этот бонус не бесполезен. Запасная пуговица пригодится, если вы потеряете оригинальную. Кусочек ткани же служит двум целям. Вы можете с его помощью залатать дыру, но главная цель предоставить вам образец, чтобы вы могли протестировать на нем средство для стирки и посмотреть, что произойдет с тканью. Теперь о помпонах на вязаных шапках. Знаете ли вы, что моряки носили шапки с помпонами в 18 веке, чтобы защитить свои головы от ударов о низкий потолок? В Шотландии их носили и обычные люди, а цвет помпона означал социальный статус человека. Головные уборы с этими декоративными элементами вернулись в моду во время Великой депрессии. Помпоны делали из остатков пряжи, таким образом это был дешевый способ украсить шапку. А на некоторых тротуарах есть плитки с неровностями. Большинство пешеходов не обращает на них особого внимания, но они очень важны для людей с ослабленным зрением. В выпуклости сигнализируют о наличии уклона, который ведет к пешеходному переходу. Кроме того, разные рисунки сигнализируют о разных вещах. А замечали ли вы, что на приборных панелях автомобилей рядом со значком бензобака изображена маленькая стрелка? Так вот, она указывает на ту сторону автомобиля, где находится лючок бензобака. Очень полезно для забывчивых людей, которые постоянно гадают, какой стороной подъезжать к бензоколонке. А также для тех, кто ездит на арендованных машинах, ответ прямо перед глазами. Если вы не можете найти стрелку на панели своего авто, ищите вместо нее пиктограмму топливного шланга. Хм, на упаковке многих косметических средств вы можете найти такой символ с маркировкой типа 6М, 12М или 24М. Это количество месяцев, которое продукт прослужит после открытия. Вы, наверное, знаете, что свистки работают, даже если внутри у них нет этого маленького шарика. Но для чего же он тогда нужен? Звук без шарика очень плоский и недостаточно различимый. Ну а когда внутри свистка есть шарик, он двигается из-за потока воздуха, создавая разные тона и делая звук более заметным. Квадратные отверстия на конце палочек для леденцов тоже делают не просто так. Когда еще жидкую конфету надевают на палочку, часть сиропа попадает в отверстие, фиксируя леденец. Таким образом, застывшая конфета с меньшей вероятностью упадет с палочки. Да, неприятно, когда такое случается. У измерительных рулеток есть металлический выступ на конце. Большинство людей знает, что с его помощью можно прицепить рулетку к краю вещи, которую вы измеряете. Но это еще не все. Посмотрите, здесь также есть небольшой паз. Этот паз можно использовать, чтобы повесить рулетку на гвоздь и опять же освободить руки для измерения. Внизу на конце ленты есть ребристый край. Он поможет вам сделать отметку, если у вас нет с собой разметочного инструмента. А вы когда-нибудь задумывались, почему полотно рулетки изогнуто? Так оно лучше держит форму, а вы можете делать измерения на весу. Внимательно посмотрите на рулетку. Кроме цифр и маркировки, там еще могут быть черные ромбики. Они расположены примерно через каждые полметра и указывают на инженерные балки. Они могут вам помочь, если вы, например, хотите подвесить на стену что-то тяжелое. Ромбик укажет на центр балки. Вкрутив шуруп в этом месте, вы будете знать, что он надежно держится, и на него можно вешать действительно тяжелые вещи. У большинства монет ребристые края, и это наследие старых времен. Раньше монеты были привязаны к серебряному стандарту. Количество серебра, использованного в монете, было пропорционально стоимости монеты. Таким образом, чем больше серебра использовалось для изготовления монеты, тем выше была ее стоимость. Во всех монетах был драгоценный металл, и нечестные люди начали обрезать у них края, чтобы получить немного серебра. Обрезав таким образом несколько монет, они могли получить заметное количество драгоценного металла. Чтобы предотвратить мошенничество, края стали делать ребристыми. Благодаря этому обрезанные монеты были сразу заметны, и никто не соглашался их принимать. Хм, умно! Сегодня монеты не содержат серебра, а представляют собой условную ценность. Можно ли считать ребристые грани своего рода культурным наследием? И, наконец, на больших пластиковых кувшинах с молоком часто делают вдавленные круги с одной или нескольких сторон. Эти углубления нужны, чтобы сделать кувшин более прочным и не дать ему взорваться, если он упадет на пол. Углубление дает больше пространства для расширения жидкости. Кроме того, когда срок годности подходит к концу, микробы в молоке начинают выделять газы. Поскольку их становится все больше, давление в кувшине повышается. Углубление превращается в выпуклость, не давая кувшину взорваться. И коровы могут радоваться, что их тяжелый труд не пропадет даром. Наверняка это не то, что вы представляете, когда думаете о кешью. Но пользователь RediTor нашел их именно такими в магазине в Бразилии. Оказывается, это не настоящие орехи. Кешью появляются на кончике плода, похожего на яблоко. Для него есть специальное слово – друппе или косточковый плод. Так вот, кешью – это друппе, так же, как миндаль и фисташки. Родина кешью – Бразилия. Дерево завезли в Индию португальцы в середине 16 века. Оттуда оно распространилось в Азию, а затем в Западную Африку. Сегодня эти регионы являются крупнейшими производителями кешью. Главным потребителем являются США. Они получают 90% мирового урожая. Раз уж мы заговорили о продуктах, я покажу вам еще парочку. Вот, например, как растут ананасы. Интересный факт – ананасы не относятся к тем фруктам, которые растут быстро. Их рост занимает от 16 до 24 месяцев. Кроме того, одно растение может произвести не более трех ананасов за всю свою жизнь. Интересно, что каждый сегмент ананаса когда-то был цветком. Знаете, как баклажаны называются в английском? Eggplant. Странно, но если увидеть, как они растут, то все становится на свои места. Они и правда похожи на растущие яйца. Кроме того, баклажаны не овощи. С точки зрения ботаники – это ягода, как и арбузы. Кроме того, баклажаны бывают не только фиолетовыми, но и белыми, зелеными и даже фиолетовыми с белыми полосками. Вы никогда не догадаетесь, что это такое. Нечто похожее на букет цветов – на самом деле брокколи, которую еще не собрали. Кстати, эти цветы съедобны. Брокколи известна по меньшей мере 2000 лет. Она была любимой едой древних римлян. Но в Северной Америке она появилась только в 20-х годах прошлого века. Итальянские иммигранты привезли ее в Калифорнию и начали продавать. Сейчас США занимают третье место по производству брокколи после Китая и Индии. А вот во что превращается артишок, если дать ему расцвести. Итак, артишок – это фактически нераспустившийся цветок. Он также один из самых древних продуктов питания. Помните, что ананасу требуется около двух лет, чтобы произвести плод. А растение за свою жизнь может вырастить только три ананаса. Артишок выращивает 20 плодов в год. И это один из самых полезных овощей, когда речь идет об антиоксидантах. Это фотография спящей черепахи. Многие из них спят внутри своего панциря, инстинктивно, чтобы защитить себя от хищников. Тем не менее, некоторые черепахи не могут втянуться в свой панцирь, поэтому они спят в позах, подобных этой. Эти животные активны днем и спят ночью. Количество сна необходимого черепахи зависит от вида. Оно может составлять от 10 часов до всего одного. В среднем черепаха дремлет 4-6 часов. Когда она ложится спать, ей очень важно найти безопасное место. Черепахи могут прятаться под листьями или в норах в земле. Вы когда-нибудь видели лапы хамелеона? Пожалуйста. Так вот, у них два пальца на внутренней стороне стопы и три на внешней, если говорить о передних лапах. А для задних все наоборот. Хамелеоны живут на деревьях, и их лапы помогают им лучше лазать. Мы все знаем об уникальной способности хамелеонов менять цвета, но они меняют их не для маскировки. На самом деле, цвет зависит от настроения хамелеонов, температуры вокруг влажности и освещения. А знаете ли вы, что у некоторых из них языки в два раза длиннее тела? Вы когда-нибудь видели гусиный рот вблизи? У них есть зубы, только называются они клювами. Гуси – очень преданные существа. Это не миф, что утенок привязывается к первому движущемуся объекту, который он видит после вылупления. Неважно, гусь – это человек или просто предмет. Они будут привязаны к нему на протяжении всей своей жизни. Гуси также выбирают себе пару на всю жизнь и очень заботятся о своем потомстве. Если они теряют своего партнера, то оплакивают его. Кроме того, если один из гусей в группе заболеет или будет ранен, несколько других гусей останутся с ним, чтобы заботиться о нем. Этот милашка – новорожденный аллигатор. Но пусть вас не обманывает его милый вид. У него уже около 60 зубов. Пол аллигатора определяется не по ДНК, а по температуре. Если яйца были отложены в жаркую погоду, то из них вылупятся самцы. Если же в холодное время года, то будут самки. После вылупления аллигатору требуется 10 лет, чтобы стать взрослым. В целом, в дикой природе аллигаторы живут около 35 лет. Кроме того, аллигаторы, в отличие от крокодилов, не могут жить в соленой воде. У них нет специальных желез для выведения соли из организма. А это – новорожденный голубь. Наверняка вы видели тысячи голубей за свою жизнь, но новорожденных никогда. Это потому, что новорожденные голуби остаются в гнезде около 6 недель. Дольше, чем любая другая птица. Ко времени, когда они покидают гнездо, они выглядят почти как взрослые голуби. Поэтому неудивительно, что вы никогда не замечали разницы. Кроме того, голуби, возможно, являются первыми птицами, а домашними людьми. Они – настоящие эксперты в навигации, могут найти дорогу домой, находясь на расстоянии 2000 километров. Это больше, чем расстояние между Нью-Йорком и Флоридой. Считается, что у голубей врожденное чувство ориентации в пространстве. В древние времена голуби доставляли почту. Это род коровы. Эти щетки называются коническими сосочками. Они помогают корове пережевывать пищу. Угол обзора коров – 330 градусов. Поэтому мало что может устальзнуть от их внимания. Помните, что некоторым черепахам требуется всего один час сна в сутки. Коровы спят еще меньше – около 30 минут в день. И это время делится на 6-10 коротких периодов глубокого сна. Эти животные лежат около 10 часов в сутки, а остальное время преодолевают довольно большие расстояния. И да, они также выпивают около 100 литров воды в день. Можете ли вы догадаться, что это такое? Это песок под 300-кратным увеличением. Песок – это горная порода, разбитая на микрочастицы в течение миллионов лет. Кроме того, на одной песчинке живут сообщества микробов. Они такие крошечные. Несмотря на то, что песка очень много, он все равно является ценным материалом. Из него делают бетон. А некоторые страны, например, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур, нуждаются в тоннах песка, чтобы расширить свою территорию, создав дополнительные острова. А вот так выглядят пазухи носа. Это полые пространства в лицевых костях, за лбом, носом, скулами и между глазами. Они очень важны, поскольку вырабатывают слизь. Эта жидкость в носу фильтрует, согревает и увлажняет вдыхаемый воздух. Синусы также помогают различать вкусы. Без них еда была бы не такой вкусной. Это внутренности шара для боулинга. Вы можете заметить, что внутри он несимметричен, поэтому вес распределен неравномерно. Это позволяет шару двигаться по изогнутой траектории. Кстати, боулинг появился 5000 лет назад в Древнем Египте. Да, это не новый вид спорта, и он был популярен во всем мире. Правда, правила и оборудование везде были разными. Первая дорожка для боулинга была построена только в 19 веке в Нью-Йорке. А вот забытая упаковка сахарной ватой. Вата сморщилась так, будто ее никогда и не было. По сути, она состоит только из двух ингредиентов – цветного сахара и воздуха. Итак, теперь мы знаем единственный в мире ингредиент, который пока что является бесплатным – воздух. А нить сахарной ваты на самом деле тоньше волоса. Кстати, 7 декабря – день сахарной ваты. Надеюсь, вы его отпраздновали. Если нет, отметьте день в своем календаре на следующий год. В составе ваты всего два ингредиента и совсем нет жира. Кроме того, она была создана кондитером и дантистом. Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужны дополнительные отверстия в верхней части кроссовок? Они позволяют завязывать шнурки разными способами. Это полезно, когда вы идете по пересеченной местности или, например, повредили палец. Кроме того, вы можете изменить внешний вид обуви по своему вкусу. Многие люди используют бумажную суперобложку книги в качестве закладки. И это, конечно, лучше, чем загибать уголки страниц. Но главная цель суперобложки – защищать книгу, если вы, допустим, прольете на нее сок или уроните еду во время чтения. У упаковки Тик-Так есть небольшой желобок в верхней части, чтобы вы получали только одно дрожжа за раз. Хотя давайте будем честны, никто так не делает. Большинство из нас вытряхивает целую кучу за раз, а потом засовывают лишние дрожжи обратно. Резиновые бугорки между протекторами шин предназначены для вашей безопасности. Выпуклые кромки указывают на минимальную высоту протектора. Если бугорки сравнялись с кромками, вам пора посетить шиномонтаж. Если же бугорки заметно ниже уровня кромок, все в порядке. А что насчет черной решетки на дверце микроволновой печи? Это так называемый экран Фарадея. И он нужен для того, чтобы микроволны не вырвались наружу и не превратили всю комнату в клетку Фарадея. Если микроволны выйдут наружу, ваша еда не приготовится должным образом. Да, из-за решетки вам сложнее увидеть блюдо во время приготовления. Зато электромагнитная энергия останется внутри. Вы знали, что отвертку можно использовать с гаечным ключом? Накиньте на нее гаечный ключ, чтобы увеличить крутящий момент. Именно для этого у отвертки такая форма. Вспомните о гаечном ключе, когда вам понадобится закрутить винт в неудобном месте. Вы наверняка слышали, что синяя сторона ластика может стереть ручку. Это неправда. Она рассчитана на то, чтобы стирать карандаш, но с более плотной бумаги. Синяя сторона может удалить кляксы, которые остаются после использования красной части ластика. Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсины в супермаркетах обычно продают в красном сетчатом пакете? Это трюк, чтобы фрукт казался вам более ярким и вам хотелось его купить. Маленький совет. Не выбрасывайте сетчатый пакет. Завяжите его, и у вас появится маленькая губка для мытья раковины, кухонных приборов и посуды. Наверное, вы замечали, что мячи для гольфа негладкие. Их поверхность покрыта множеством маленьких ямочек, но так было не всегда. В какой-то момент опытные игроки заметили, что старые мячи с дефектами летают дальше, чем новые. Такие изъяны создают турбулентность в воздухе вокруг мяча, что в итоге снижает тягу. Производители начали выпускать мячи с ямочками, чтобы они могли лететь дальше и быстрее. Иногда в верхней части зубочисток есть канавки. Вы можете отломить кусок зубочистки и использовать его как подставку, чтобы не класть зубочистку прямо на стол. У зеркала заднего вида в автомобиле есть язычок, который помогает обеспечить вашу безопасность. С его помощью вы можете перевести зеркало в ночной режим, чтобы вас не слепил дальний свет едущих сзади машин. В общем, эта маленькая штучка помогает контролировать блики от чужих фар. Эта функция появилась в 30-х годах прошлого века, но стала частью стандартного оборудования большинства грузовых и легковых автомобилей только в 70-х. Видите крошечное отверстие в айфоне рядом с задней камерой? Это микрофон. Он нужен, чтобы телефон мог записывать звук, когда вы поворачиваете камеру. На некоторых проводах вы можете заметить толстый цилиндр. Он называется ферритовым фильтром, и его основное и единственное назначение – блокировать высокочастотные электромагнитные помехи вроде раздражающего статического шума, который возникает, если поднести телефон слишком близко к динамику. Кабели с большими цилиндрами очень полезны, так как они предотвращают подобные вещи. Знаете ли вы, почему на багажных сумках и рюкзаках у молнии обычно два бегунка? Так их удобнее и проще открывать, но не только это. Вы можете скрепить два бегунка вместе, чтобы посторонние не добрались до ваших вещей. В туалетах в общественных местах, например, в торговых центрах, под дверцами кабинок бывают большие щели. Они нужны для лучшей циркуляции воздуха. С такой дверью в туалете проще убираться, и вам сразу понятно, занята ли кабинка. Кроме того, если замок на двери вдруг сломается, у вас будет способ выбраться. Вы сможете просто проползти под дверью. Вы замечали пластиковые заглушки на хозяйственных ножах? Еще на их лезвиях есть желобки, чтобы вы могли отломить затупившийся кончик. Пластиковая заглушка поможет сделать это. Вам останется только сместить ползунок и выдвинуть острое лезвие. Если вы когда-нибудь рассматривали обычную продуктовую тележку, вы, вероятно, знаете о торчащих металлических петлях. Они предназначены для защиты предметов, которые вы везете в тележке. Вы можете повесить на петли пакеты с мягкими продуктами, такими как хлеб, или с хрупкими продуктами вроде яиц, чтобы случайно не раздавить их чем-нибудь тяжелым. У многих кофейных кружек есть изогнутые выемки на дне. Когда вы моете кружки, ставьте их в посудомоечной машине под углом. Так вода не будет в них скапливаться, и вы достанете из посудомойки не только чистую, но и абсолютно сухую посуду. Если вы любите макфлури, вы, вероятно, замечали квадратное отверстие в ручке ложки этого десерта. Оно сделано специально для того, чтобы прикреплять ложку к специальной машине, которая смешивает мороженое и топпинги. У машины есть стержень, который вставляется в эту квадратную ложку. После перемешивания вы получаете готовый десерт с ложкой. Весьма элегантное решение. У больших кувшинов с молоком на одной стороне есть вмятина. Кто-то может посчитать это случайным дизайнерским решением, но на самом деле вмятина служит нескольким целям. Например, она расширяется, если в кувшине скапливается газ. Так вы понимаете, что молоко испортилось, даже не пробуя его. Кроме того, благодаря вмятине кувшин не лопнет, если вы его уроните. Она обеспечит пространство для расширения и компенсирует внезапное давление, возникающее, когда вы роняете кувшин. Зубная нить. Конечно, она важна для здоровья ваших зубов и легко предположить, что вы с ней делаете. Но зубная нить полезна и на кухне, потому что она очень точно нарезает торт гораздо лучше, чем нож. У большинства кухонных ножниц есть зубчатое отверстие в центре, где сходятся лезвия и ручки. Его можно использовать для нарезки сложных трав, таких как розмарин, тимьян или шнит-лук. Благодаря этому отверстию вам не придется отрывать листья вручную. Вы удалите их одним движением. Контейнеры с йогуртом на одну порцию обычно запечатаны крышкой из фольги. В большинстве случаев эту крышку можно использовать в качестве одноразовой ложки. Просто отклейте крышку и после нескольких простых сгибов у вас будет идеальная маленькая ложка. Приятного аппетита! Если вы увидите пожарный гидрант на улице, то подумаете, что его высота составляет около метра. Но на самом деле размеры устройства, используемого для обеспечения водой пожарных по всему миру, в два раза больше. Дело в том, что половина гидранта спрятана под землей. Обычно эти устройства красного цвета, и это не просто вопрос городского дизайна. Гидранты должны быть ярких, легко заметных цветов, чтобы пожарные могли быстро заметить их в случае необходимости. Выбор цвета может зависеть и от мощности гидранта. Например, в некоторых штатах США это выглядит так. Красный пожарный гидрант способен выплескивать 1900 литров воды в минуту, а оранжевый — более 3500 литров. Зелёные выдают до 5700 литров в минуту, а синие — самые мощные — ещё больше. Разве не раздражает, когда шар для боулинга трескается во время игры? Оказывается, в основном это происходит из-за неправильного хранения шара или скачков температуры. А теперь признайтесь, раз он уже треснул, неужели вам неинтересно, что находится внутри? Мне — да. Давайте посмотрим. Внутреннее ядро шара делают из порошкообразных оксидов металлов, например, оксида кальция или железа. Их смешивают со смолой и катализатором, чтобы вся смесь затвердела. Штука в форме лампочки, которую вы видите внутри шара, на самом деле является его самой тяжёлой частью. Она влияет на то, как шар вращается при движении по дорожке. А как насчёт баланчика с краской? Когда вы его трясёте, он издаёт странный звук. Но что это за штука внутри? Она называется горошина и помогает поддерживать красящую смесь в хорошем состоянии. Обычно её делают из пластика, металла или керамики. По сути, он выполняет роль венчика, который перемешивает краску перед нанесением на выбранную вами поверхность. Вы когда-нибудь задумывались, почему газировка в бутылках долго остаётся шипучей? Под крышкой бутылок есть маленькое пластиковое кольцо. Оно служит для того, чтобы газ не выходил из бутылки, даже если вы целый день будете трясти её в сумке. Кстати, о вещах, которые мы используем в жаркий летний день. Подождите, не надевайте пока бейсболку! Посмотрите на неё внимательно, и вы заметите, что на самом верху есть маленькая пуговица. Как думаете, это просто элемент дизайна? Когда люди только начали шить такие кепки из ткани, пуговица была более функциональной. Она находится в верхней части бейсболки, там, где соединяются все клинья. Раньше она помогала удерживать их вместе. Теперь технологии изменились, и функция пуговицы скорее эстетическая. Она скрывает место соединения клиньев. Возможно, на вашей кепке вообще нет пуговицы, но не кажется ли вам, что с ней бейсболка выглядит лучше? У хлопковых дисков две стороны, и если вы внимательно посмотрите на них, то обнаружите, что они различаются по текстуре. Текстурированная сторона предназначена для нанесения макияжа, а гладкая — для снятия. Книжные черви — этот факт для вас. Бумажные суперобложки, которые прилагаются ко многим книгам в твёрдом переплёте, предназначены не только для того, чтобы привлекать внимание. Они также могут служить закладками. Просто сложите страницы, которые вы уже прочитали под внутренний клапан суперобложки, и вуаля! Когда будете в следующий раз надевать рубашку, посмотрите на петлю для верхней пуговицы. Она развернута горизонтально, а все остальные вертикально. И это не случайность. Пока все петли делали одинаковыми, верхняя и нижняя пуговицы рубашек непроизвольно расстёгивались в течение дня. Когда направление проблемных петель изменили, непослушные пуговицы перестали расстёгиваться сами по себе. Сейчас печенье с кусочками шоколада настолько распространено, что нам трудно представить, как мы раньше жили без него. Вы можете встретить мороженое с таким печеньем или даже приготовленный из него торт. На самом деле, знаменитое печенье изобрели лишь в 1930 году. История гласит, что женщина по имени Рут Грейвс Уэйкфилд хотела испить шоколадное печенье для гостей, но обнаружила, что у неё закончился пекарский шоколад – важнейший ингредиент для классического печенья. Чтобы исправить ситуацию, она нарезала плитку полусладкого шоколада, думая, что под воздействием тепла духовки он равномерно распределится по тесту. Всё пошло не по плану. Но это и хорошо, ведь так появился новый десерт, который быстро стал классикой. Продолжая тему еды, можно отметить, что картофельные чипсы ещё моложе печенья с кусочками шоколада. Есть множество историй, пытающихся объяснить, как и когда они появились. Одна из них звучит так. Нью-Йоркский повар по имени Джордж Крам приготовил первые чипсы в 1953 году. Он решил опробовать новый способ приготовления, когда один из клиентов плохо отозвался о его картофеле фри. Он сказал, что ломтики были слишком толстыми и мягкими. Тогда Крам нарезал картофель тоньше и сильнее его обжарил. Людям очень понравилось это блюдо, и они с распростёртыми объятиями встретили первую в истории партию чипсов. Мороженое в вафельном рожке? Если история правдива, то в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе у одного из продавцов мороженого закончились стаканчики. Тогда он придал вафле форму конуса, а что было дальше, вы и сами догадываетесь. Про образы жевательной резинки существует со времён древних греков. Люди всегда любили жевать. Однако, настоящая жвачка, которую мы покупаем сегодня, появилась лишь в конце 19 века. Американский изобретатель по имени Томас Адамс смешивал различные химические вещества для получения резины. Он попытался использовать древесный сок чикл. Резины из этого не вышло, зато получилась жвачка. Чикл и по сей день используют для производства большинства жевательных резинок. В 19 веке жил человек по имени Жан-Батист Жоли, который работал в текстильной промышленности. Он придумал нечто, что мы часто используем в наши дни. Но изобретение связано не столько с ним, сколько с его служанкой. История гласит, что женщина случайно опрокинула керосиновую лампу на скатер. Жоли заметил, что ткань не испортилась, а стала чище. Вы уже догадались, что произошло дальше? Да, именно так возникла идея первой химчистки. Очень удачная случайность, как мне кажется. А знаете ли вы, что изначально спички назывались огнетрения? По крайней мере, так их называл изобретатель, химик по имени Джон Уокер в 1826 году. Однажды он совершенно случайно провел палочкой, покрытой химикатами, по шершавой поверхности очага. И та вспыхнула. Первоначально спички делали из картона, а затем их стали изготавливать, используя дерево и наждачную бумагу. В 40-х годах 20-го века человек по имени Гарри Кувер наткнулся на химический состав, который, казалось, прилипал к чему угодно. Научное сообщество не придало этому большого значения, посчитав вещество бесполезным. В 1951 году Кувер изучил формулу более подробно и продолжил работу над ней вместе с исследователем из компании Истмен Кодек, Фредом Джойнером. Они назвали свое изобретение катализируемый алкоголем цианокрилатный клей. Но вы наверняка знаете его как суперклей. В наши дни он имеет столько применений, в том числе в сфере безопасности, что сложно представить, как мы обходились без него. В 1903 году ученый по имени Эдвард Бенедиктус случайно уронил колбу. Он посмотрел вниз и был поражен, увидев, что стеклянная посуда треснула, но сохранила форму. Он ожидал, что она разобьется на миллион мелких кусочков. Изучив колбу, он выяснил, что стекло удерживается вместе благодаря веществу под названием нитрат целлюлозы, покрывающему его внутреннюю поверхность. Та-да! Так человечество получило безопасное стекло. Что может быть лучше хорошего тоста с маслом на завтрак? Правда, намазывать на тост холодное сливочное масло бывает трудно, поэтому можно взять терку для сыра. Просто возьмите кусок масла и натрите столько, сколько нужно. Этот процесс размягчит сливочное масло и облегчит намазывание, и вам не придется растапливать слишком большое его количество. Макароны бывают разных форм и размеров не просто так. Это потому, что каждый вид пасты лучше всего сочетается с определенным соусом. Например, ракушки идеально сочетаются с более густыми и жирными соусами. Почему? Потому что соус попадает внутрь, что облегчает подачу и употребление блюда. Ребристая поверхность также помогает покрыть ракушки соусом. Если у вас подгорело печенье, это можно исправить с помощью всей той же терки. Просто сточите все почерневшие части на терке после того, как аккуратно достанете печенье с противня. Главное подождать, чтобы печенье остыло. А если вы немного испортите форму, то всегда можно залить печенье растопленным шоколадом. После того, как шоколад остынет, у вас получится печенье идеальной формы. Хотя после того, как вы их съедите, будет ли форма печенья иметь хоть какое-то значение? Если вы предпочитаете класть в бутерброды много ингредиентов, но при этом вам совсем не нравится, когда хлеб становится сырым, есть способ уменьшить количество влаги. Возьмите нарезанные помидоры или огурцы и положите их минут на пять между двумя бумажными полотенцами. Кроме того, не забудьте сначала намазать хлеб маслом, сыром или соусами. Например, майонезом или кетчупом. Это поможет запечатать хлеб и не допустить попадания на него влаги. Некоторые думают, что маленькую белую нитку, которая находится рядом с яичным желтком, перед приготовлением яйца нужно удалять. Это халаза, и от нее совсем не нужно избавляться. Она помогает удерживать желток на месте в центре яйца. Халаза не портит консистенцию или вкус, поэтому ее удаление никакого смысла не имеет. Вы когда-нибудь замечали, что у коробки с соком есть два клапана? На самом деле это ручки. Производители делают коробки таким образом, чтобы нам было легче их удерживать. Так коробка не сдавливается и сок не вытекает. Не нужно быть настоящим шеф-поваром, чтобы знать, что при готовке используется как белый, так и коричневый сахар. Но вы когда-нибудь думали, чем они отличаются? Оказывается, единственное их отличие в том, что во время производства в коричневый сахар добавляют патоку. Патока – это, по сути, разновидность сиропа, который получается при переработке сахарного тростника. Обычно в процессе рафинирования его удаляют, и именно так получается белый сахар. Но если в конечном продукте остается патока, то получается коричневый сахар с его специфическим вкусом и более темным оттенком. Есть много вещей, которые можно класть в посудомоечную машину, кроме посуды. Например, силиконовые прихватки, ручки от духовки или плиты, кухонные губки и многоразовые полотенца. У средств для мытья посуды тоже есть много разных способов применения. Например, им можно чистить от грязи садовую мебель. Просто положите немного средства в теплую воду и используйте раствор для протирания уличной мебели куском ткани. Затем тщательно все помойте садовым шлангом. А еще таким образом можно избавиться от жирных пятен на одежде, будь то соус для пасты или заправка для салата, или все остальное, что не попало в рот. Просто нанесите на пятно немного средства, а затем смойте водой. Для светлой одежды используйте бесцветное средство. При более сложных пятнах дайте средству время впитаться, а затем бросьте одежду в стиральную машину и подумайте о том, что пора бы уже купить фарту. Если ваши шкафы перегружены одеждой, есть простой способ навести порядок. Воспользуйтесь правилом «одно пришло, другое ушло». Это значит, что каждый раз при покупке нового предмета одежды вам нужно избавиться от того, что у вас уже есть. Таким образом, у вас в шкафу будут только необходимые вещи. Для быстрого поиска одежды самые используемые вещи держите на уровне глаз, так их будет легче найти при спешке. Вещи, которые используются реже, например, вечерняя одежда, можно держать на нижних или верхних полках. Емкости от дезодорантов Old Spice могут быть очень полезны, если к их внутренней стороне приклеить мощные магниты. Их можно использовать для хранения повседневных вещей – кухонных щупцов, ложки для мороженого или даже столовых приборов. А еще их можно прикрепить к любой металлической поверхности, например, к дверцам холодильника. Там они будут прекрасно сочетаться с вашими кухонными магнитами. В прачечной есть отличная вещь для сбора шерсти домашних животных. Это даже лучше, чем валики для ворса. С помощью салфеток для кондиционирования белья можно легко собирать собачью или кошачью шерсть. Они подходят для всех поверхностей, но особенно эффективны для мягкой мебели. Если вам не нравится скрипящая дверь, возьмите кусок мыла и натрите им петли. Но это поможет лишь на некоторое время, так что не поленитесь сходить в хозяйственный магазин и купить специальную смазку. Вы когда-нибудь замечали, что в лифтах рядом с номером определенного этажа бывает значок звездочки? Нет, это не обозначение офиса какой-то суперзвезды. Это нужно для того, чтобы обозначить ближайший выход. И выход не всегда бывает на первом этаже. Обычно он находится на этаже, который ближе всего к улице. Вы когда-нибудь задумывались, почему знаки Стоп красные? Раньше у них вообще не было определенного цвета. До 20-х годов прошлого века у них не было даже стандартизированной формы. В 1922 году за основу взяли восьмиугольник, но тогда они были желтыми. А все потому, что красный цвет слишком быстро выцветал на солнце, поэтому желтый цвет казался лучшим вариантом. Понадобилось еще 30 лет для изобретения стойкой к выцветанию краски. В итоге цвет знака Стоп сменился обратно на красный. В конце концов, все согласятся, это самый заметный цвет. Вы знали, что есть сорт роз, которые могут вырасти выше людей? Согласно книге рекордов Гиннесса, самый высокий розовый куст в мире вырос в Вене, Австрия. Его высота составляла целых 8 метров. Да, бывают же чудеса. Точно так же, как не бывает людей с одинаковыми отпечатками пальцев, не бывает и тигров с одинаковыми полосками. Именно так люди, которые с ними работают, отличают их друг от друга. В подвале здания Белого дома есть собственный цветочный магазин. Там составляют цветочные композиции для всех официальных мероприятий, которые проходят в резиденции. Неудивительно, что пицца стала основным американским блюдом, несмотря на ее итальянское происхождение. Каждую секунду в США продается по 350 кусочков пиццы. Чтобы удовлетворить этот огромный спрос, около 17% всех ресторанов в США являются пиццериями. Есть отличный способ приготовления лимонного сока таким образом, чтобы косточки не попадали в напиток. Нужно разрезать фрукт пополам и отжать его с помощью кухонных щипцов. Острая часть лимона должна смотреть вниз. Итак, сок потечет вниз, а косточки останутся в лимоне. Кстати, лимонад очень хорошо сочетается с пиццей. Как вы знаете, у разных видов сыра есть отверстия. Например, швейцарский сыр изготавливается с использованием специальных бактерий, которые вырабатывают углекислый газ. Когда СО2 выделяется, он лопается, как жвачка, оставляя крошечные кратеры или сырные глазки. Затем сыр охлаждают, но отверстия остаются на месте. Каждый год производится более 40 миллиардов Орео. Это самое популярное в мире печенье. На печенье вокруг слова Орео изображен логотип Набиско, символ европейского качества. Уильям Турнье создал дизайн шоколадного печенья, который мы видим сегодня, в 1952 году. Если вы пользуетесь многоразовыми бутылками, то наверняка знаете, что иногда они пахнут. Даже если вы используете их только для обычной воды. Но пахнет не вода, а микроорганизмы в ней. Если вы пьете воду из бутылки, частицы вашей слюны и пота остаются в ней. Эти бактерии начинают накапливаться в бутылке, вызывая запах. Поэтому тщательно мойте бутылки, чтобы предотвратить накопление бактерий. После мытья дайте им полностью высохнуть перед повторным использованием. Синими бывают не только джинсы, но и форма полицейских. Первые полицейские появились в 19 веке в Лондоне. Им выдали синюю форму, чтобы она контрастировала с красно-белой формой, которую уже носили военные. Через два десятилетия после этого в США появилась полицейская форма по тому же образцу. В наши дни форма по-прежнему синяя, потому что этот цвет хорошо себя зарекомендовал. Он не так заметен в темное время суток, и полицейские могут наблюдать за людьми, оставаясь незамеченными. Кроме того, на темном материале не видны пятна. К тому же все знают, что полицейские носят синий цвет, и их узнают по нему. Так зачем это менять? Бэби-морковка крошечная и, в отличие от обычной моркови, влажная. Бэби-морковки – это не особый сорт моркови. На самом деле их делают из обычной моркови, срезая кожуру и внешний слой, а затем полируют, чтобы они выглядели так красиво. Проблема в том, что они не могут удерживать влагу. Обычная морковь сохраняет воду внутри, благодаря нескольким слоям. Когда морковь нарезают, она высыхает. Поэтому бэби-морковки обычно продают в пакетах с небольшим количеством воды внутри. В джинсах есть металлические заклепки, и они были там с самого начала. Джейкоб Дэвис, человек, который шил первую пару джинсов, добавил медные заклепки в те места, где брюки чаще всего рвутся – на ширинку и карманы, чтобы сделать их более прочными. Сегодня они имеют скорее декоративное назначение, поскольку являются традиционными для джинсов. Еще одна особенность джинсов – это крошечные карманы, которые, казалось бы, не имеют никакого назначения. Может быть, сейчас так и есть, но много лет назад, когда джинсы носили ковбои, карман предназначался для карманных часов. Кроме того, в те времена в джинсах было всего четыре кармана – кармашек для часов, два больших кармана спереди и всего один карман сзади. Подголовники в автомобиле – это комфорт, а съемные подголовники – это безопасность. Если вы вытащите подголовник, то увидите два прочных металлических стержня. Если вы когда-нибудь окажетесь запертым или зажатым в машине, вы сможете использовать эти прутья, чтобы разбить окно и выбраться наружу. Маленькие красные пятна, которые вы иногда видите после разбивания яйца, это вовсе не повод для беспокойства. Крошечные кровяные пятна могут быть вызваны небольшим разрывом кровеносного сосуда курицы, когда она откладывала яйцо. Яйца с такими пятнышками безопасны для употребления, но при желании их можно удалить. Это не повлияет на вкус яйца. Это успокаивает. В логотипе Тоблерон спрятано изображение медведя, стоящего на задних лапах. Он собирается съесть кого-нибудь или нет? Это потому, что медведи – важная часть Берна, одного из крупнейших городов Швейцарии, где и создали шоколадное лакомство. Тоблерон – это также игра слов. Она объединила в себе фамилии основателя – Тоблер и итальянское слово Торон, означающего медово-миндальную нугу. Пространство под чашкой лапши предназначено для ее защиты во время транспортировки. Эта техника называется средней подвеской. Она не только лучше защищает лапшу в чашке, но и помогает ей размягчаться более равномерно и быстро. Даже если вы думали, что отверстие на корпусе шариковых ручек не имеет никакого назначения, это не так. Это система вентиляции, которая помогает чернилам течь более плавно. Таким образом, внутри и снаружи ручки создается равномерное давление воздуха, что позволяет чернилам легко поступать в наконечник. Бутылки с соевым соусом не случайно имеют два носика. Соус жидкий, и он быстро вытекает из бутылки, как только вы ее перевернете. Большинство любителей азиатской кухни признаются, что хотя бы раз в жизни проливали его. Поэтому сейчас в ресторанах предпочитают подавать соевый соус в специальных бутылках с двумя носиками. Такая конструкция позволяет контролировать, когда и сколько соуса выльется. Просто приложите палец к одному носику, пока наливаете соус через другой. Если вы плотно прижмете палец к носику, соус перестанет течь. А если уберете палец, он снова потечет. Только не экспериментируйте с этим в ресторане. Вы, наверное, замечали, что сиденья в поездах и автобусах покрыты тканью со странными узорами. Не знаете почему? Это необходимо, чтобы скрыть любые пятна. О боже! Чем ярче цвет и чем больше узоров, тем труднее пассажиру заметить пятна и почувствовать отвращение. Кроме того, узоры обычно настолько некрасивы, что никто не хочет смотреть на них достаточно долго, чтобы заметить какие-либо пятна. Так что узор необходим, чтобы заставить вас отвести взгляд. А если вы все-таки посмотрите на него, то пятно будет менее заметным. Ни в одном автобусе никогда не будет белых сидений, это точно. Металлическое ушко на алюминиевой банке с газировкой можно перевернуть и вставить в соломинку, чтобы не подносить всю банку ко рту. Такая защелка пришла на смену защелки с кольцом, созданной в начале 60-х. Помните ее? Такие крышки могли быть довольно острыми и выбрасывались там, где это было необязательно. Теперь вы можете вставить свою соломинку прямо в крышку и даже пускать пузыри, как трехлетний ребенок. Иногда при покупке одежды вы получаете пакетик с дополнительной пуговицей и кусочком ткани. Хотя ткань можно использовать для заплаток, ее также можно тестировать на воздействии разных чистящих средств или на разных режимах стирки, прежде чем стирать одежду целиком. У черных щеток на эскалаторах такая же задача, что и у желтых линий на ступенях. Они удерживают людей от приближения к опасным местам. Люди не всегда обращают на них внимание и могут подойти слишком близко к тому месту, где ступенька соприкасается с краем. Щетка – это небольшой барьер, помогающий предотвратить это. Они также предотвращают попадание в щели разных мелких предметов. Контейнеры для еды на вынос, которые ассоциируются с китайскими ресторанами, предназначены не только для транспортировки еды, но и для хранения ее в холодильнике. Они служат в качестве тарелки, так что вы можете есть прямо из них и не беспокоиться о грязной посуде. Да, они были изобретены еще в 1894 году для транспортировки свежих устриц и были известны как «устричные ведра». Позже они превратились в герметичные контейнеры для еды. Вы когда-нибудь задумывались, почему монеты имеют маленькие выступы по краю? Эта традиция сохранилась с тех времен, когда они стоили дороже. Фальшиво монетчики могли обрезать края монет, чтобы продать их отдельно и заработать. Гребни были созданы для того, чтобы предотвратить подобные манипуляции. Сегодня в этом нет необходимости, но монеты по-прежнему сохраняют свой стиль. Все крекеры и некоторые виды печенья имеют отверстия, чтобы конечный продукт имел правильную текстуру. Крошечные отверстия позволяют выходить пару, чтобы крекеры и печенье не треснули. Если бы не эти отверстия, также известные как докеры, пар скапливался бы внутри выпечки, и результат, возможно, был бы вкусным, но имел бы довольно странную форму. Собаки любят ходить по кругу, прежде чем заснуть, потому что они унаследовали эту модель поведения у своих предков. В те времена не было собачьих лежанок, поэтому большинству собак приходилось приминать траву, чтобы создать подобие места для сна. Кроме того, эти движения отпугивали всю живность, скрывающуюся в растительности. Кончики имеют форму кольца по той же причине, что и крекеры. Если бы у них не было отверстий в центре, тесто там всегда было бы недожаренным. Кстати, в США их часто ассоциируют с полицией, потому что еще в 50-х годах пончиковые были открыты допоздна и идеально подходили для полицейских. Там можно было перекусить и даже заняться бумажной работой во время ночной смены. Ваши джинсы снаружи синие, а внутри белые из-за хитроумного способа плетения ткани. Нить основы окрашивается, а нить утка не имеет цвета, она просто белая. Таким образом, производители уменьшают количество красителя, необходимого для каждого предмета одежды. Если вы застряли в багажнике своего автомобиля, сохраняйте спокойствие. Все автомобили должны быть оборудованы аварийной защелкой, которая поможет открыть багажник изнутри. Эти защелки настолько хорошо сконструированы, что их могут открыть люди любого возраста. Более того, их ручки светятся в темноте. Вы даже можете открыть их с помощью рта, если для рук не хватает места. Неважно, как вы вообще попали в багажник. Идем дальше. Если вам когда-нибудь понадобится воспользоваться иголкой с ниткой, помните, что не нужно втыкать иголку прямо в катушку. Так ее проще потерять, не говоря уже о том, что вы можете пораниться. Многие современные швейные наборы оснащены специальным местом для хранения игл. Оно расположено в нижней части катушки ниток. Вам нужно будет просто вытащить ее. Там вы сможете одновременно хранить несколько швейных игл. У одноразовых шариковых ручек есть свой маленький секрет. Вы когда-нибудь замечали, что в некоторых из них в пластиковой части есть небольшое отверстие? На самом деле это устаревшая система вентиляции. Она должна была позволять чернилам легко добираться до кончика ручки. Хорошо. Я знаю, что это написано в названии, Но на самом деле вам не нужно встряхивать контейнер для приправ, чтобы высыпать специи. Не верите? Хорошо. Возьмите баночку с любимой приправой. Если у нее есть такая съемная пластиковая крышка, она идеально подходит для эксперимента. Вместо того, чтобы встряхивать бутылку, попробуйте взять ее за пластиковую крышку, перевернув вверх дном. Теперь осторожно покрутите из стороны в сторону. Вы не успеете оглянуться, как приправа уже окажется на блюде, а на кухне сохранится порядок. К тому же большинство салонок и перечниц должны иметь выступы на дне стеклянной части. На случай, если приправа застрянет там, приложите дно салонки к дну перечницы и покрутите, чтобы выступы защелкнулись друг с другом. Теперь приправа должна легко высыпаться без необходимости открывать емкость. В холодную погоду на вас часто бывает столько слоев одежды, что вы уже почти не чувствуете лямки сумочки или рюкзака на своих плечах. Да, так они могут незаметно соскользнуть. Некоторые куртки имеют встроенное решение для этого в виде небольшой вкладки на плече с крючком или кнопкой. Ее легко открыть и закрыть, чтобы сумочка в любое время оставалась на месте. Скорее всего, вы используете овощечистку для очистки картофеля, моркови или огурцов. Но она также подойдет и для нарезки тонких полосок лука. Просто разрежьте лук на четвертинки по вертикали, а затем начинайте нарезать. Это также избавит вас от досадных луковых слез. Большинство людей не замечают этого, но внимательно посмотрите на свой тюбик зубной пасты. Вы наверняка увидите там метку. Цвета могут быть разными – черными, зелеными, красными или даже синими. Эти цветные полоски служат распознавательным знаком для упаковочных машин. Они определяют, когда и где эти машины должны разрезать тюбики зубной пасты и сложить их для упаковки. Если вам кажется, что на обуви что-то находится не на своем месте, знайте, что это не просто так. Обычно производители не добавляют лишние элементы на обувь. Это было бы пустой тратой времени и ресурсов. Например, в верхней и задней части ботинка часто есть небольшая петля. За нее можно потянуть, когда нужно надеть обувь. Кроме того, вы можете подвесить за нее ботинки куда-нибудь, например, для просушки, поскольку обычно они предназначены для ношения в холодную погоду. По крайней мере, один раз мне пришлось надеть на себя сразу несколько лишних слоев одежды перед регистрацией на рейс. Но это становится проблемой, когда нужно садиться в самолет. А что вы делаете со своим пальто или курткой? В следующий раз, когда будете садиться в самолет, посмотрите на сидение перед вами. Крючок, который держит столик под нос в вертикальном положении, может служить крючком для куртки. Если во время полета вы не собираетесь есть, то все в порядке. Обычно срок годности туши для ресниц истекает в течение 3-6 месяцев, в зависимости от производителя. Но вы можете ускорить этот процесс, если не будете соблюдать меры предосторожности. Постоянное прокручивание палочки внутри тюбика добавляет в него больше воздуха. Это может привести к тому, что тушь высохнет гораздо быстрее, и вы уже не получите от нее желаемых результатов. Есть простой способ проверить, подходит ли тушь для использования. Если при вынимании кисточки не слышно схлопывающегося звука, возможно, вам стоит купить новый тюбик. Мы живем в эпоху устройств, которые работают по Bluetooth. Но для более качественного звука все еще рекомендуют подключать наушники через аудиоразъемы. Обратите внимание на черные гребни. Они там не только для более плотного прилегания. Сделанные из специального изоляционного материала, эти полосы предназначены для защиты проводов при передаче звука. По количеству полосок можно определить, какой конец куда идет. Пустое место под лапшой в чашке не означает, что компания-производитель хочет вас обмануть с размером порции. Нет. Это способ сохранить лапшу целый во время транспортировки. Также пространство помогает горячей воде циркулировать, прежде чем вы сможете насладиться блюдом. V-образный вырез изначально был разработан для нескольких целей. Во-первых, для продления срока службы одежды, чтобы она сохраняла свою форму на протяжении многих лет. Он также нужен, чтобы ваша голова могла свободно пройти через ковтку. Также вырез обеспечивает более плотное прилегание к шее. Наконец, он помогает впитывать пот, если вы надеваете кофту во время занятий спортом. Однажды вы могли наткнуться на пиджак с таинственным дополнительным карманом на правой стороне. Оказывается, этот карман использовался мужчинами во время ежедневных поездок на работу, чтобы легко доставать билеты на поезд. Это помогало им держать пиджак застегнутым, но при этом использовать карман по назначению. Теперь он служит только украшением и не предназначен ни для чего подобного. Кстати, говоря о вещах, которые мы не используем или используем не по первоначальному предназначению. Знаете ли вы, что плейдо изначально был чистящим средством? В 20-х годах прошлого века рынку требовался продукт, который помог бы оттирать обои вокруг топящихся углем печи. Так был изобретен рецепт того, что мы сегодня знаем как плейдо. Он выпускался только в белом цвете и должен был очищать обои, если катать его туда-сюда по стене. Только позже, в 40-х годах, появились новые продукты для очистки обоев, и плейдо занял другую нишу рынка. Хотя я всегда наслаждаюсь хорошим тостом на завтрак, разве не обидно, когда приходится чистить тостер? Теперь уже нет, поскольку недавно я узнала, что в тостерах есть заслонка или панель внизу, которая помогает избавиться от всех этих надоедливых хлебных крошек. Было время, когда доступ к видеоиграм можно было получить, только вставив картриджи в выбранную вами приставку. Эти крошечные предметы доставляли многим врачам немало головной боли. Дело в том, что в больницах стали появляться пациенты, проглотившие маленькие игровые картриджи, особенно дети. Nintendo, компания, которая производит большинство таких устройств, пришлось придумать креативное решение, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи. Так, в наши дни, картриджи для Nintendo Switch покрываются специальными химическими веществами, которые могут оставить во рту очень неприятный горький привкус. Так что не рекомендую вам когда-либо их пробовать. Одежда дорожных рабочих и строителей обычно оранжевого цвета, так как он виден даже в плохую погоду. Этот цвет идеально подходит для привлечения внимания. Недаром спасательные жилеты и дорожные конусы тоже оранжевого цвета. Знак «Стоп» имеет форму восьмиугольника, чтобы водители легче его узнавали. Даже сзади. Когда знаки еще не были светоотражающими, восьмиугольник не давал водителям спутать знак «Стоп» с любым другим знаком ночью. Ребристые полосы по сторонам дороги нужны, чтобы предупреждать водителей, задремавших за рулем. Когда колесо попадает на эти полосы, шум и вибрация работают как будильник. На топливных шлангах на заправочных станциях магнитные замки. Они нужны на случай, если кто-то попытается уехать с заправочным пистолетом, все еще вставленным в машину. Замок автоматически отсоединяет шланг. Какой стыд! Бензин в лужах похож на радугу, так как он не может смешаться с водой. Он формирует тонкую мембрану над ней. Когда свет отражается от мембраны и воды одновременно, вы видите радугу. Тройная рукоятка канистры нужна для того, чтобы двум людям было удобнее ее нести, и горючее распределялось равномерно. Еще в канистрах часто есть второе отверстие, которое нужно открывать перед тем, как наливать бензин. Этот воздуховод предотвратит разливание бензина. Больше никаких убытков. У большинства канистр два отверстия с крышками. Одно побольше, другое поменьше. Нужно открыть отверстие поменьше, перед тем, как заливать бензин в отверстие побольше. Благодаря этому жидкость не расплескается на вашу одежду и землю. Еще одна вещь, которую мы часто упускаем, это наконечник на тюбике мази. Большинство тюбиков запаяны термопластичной фольгой. Вскрывать ее ногтями – не лучшая идея. Для этого используйте наконечник. Большинство отверток можно использовать вместе с гаечным ключом для усиления вращательного момента. Просто поместите ключ на ручку отвертки. Так вам не придется прилагать слишком много усилий. А еще так легче добраться до труднодоступных зон. В магазинах, банках и больницах для лучшего контроля ситуации установлены камеры. Если что-то случится, вы можете вызвать полицию или спасателей. Камеры также помогают решить множество проблем. Почему же их нет в самолетах? На борту за порядком следит экипаж. Но случись что-то серьезное, они не смогут ничего сделать. Кстати, бежать в самолете тоже некуда. Во время полета камеры не имеют смысла. А после полета вместо камер идеально работают показания пассажиров. Если от камер нет толка, зачем тратить на них деньги? Вода отлично очищает вещи, так как ее молекулы треугольные. Они состоят из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Эмм, H2O? Заряды таких молекул по разные их стороны слегка отличаются, почти как у магнитов. Именно поэтому вода легко прилипает к другим молекулам, включая те, из которых состоит грязь. У многих частных домов треугольные крыши, так как это позволяет дождю, снегу и опавшим листьям скатываться вниз. Если бы все это скапливалось на крыше, то однажды она провалилась бы. С надвижением грозы облака кажутся темнее. Но это иллюзия. В солнечный день тонкие облака легко пропускают свет. Они также рассеивают все цвета светового спектра, поэтому облака кажутся нам белыми. Но чем толще облака и чем больше в них капель воды, тем меньше света они пропускают и тем более темными кажутся нам. Хорошие дверные ручки делают из латуни, бронзы или медных сплавов. Эти металлы обладают антимикробным эффектом. На их поверхности бактерии распространяются медленнее. А еще они довольно быстро избавляются от микробов всего за пару часов. Но это не значит, что вам не надо мыть руки. Симметричная форма алмазов подчеркивает их блеск. Изначально эти камни не такие красивые. Они проходят через несколько этапов обработки, прежде чем стать изысканными. Большинство камней имеют круглую форму со слегка заостренными краями. Так они ярче сияют. Вы задумывались, для чего этот крошечный карман на ваших джинсах? Раньше люди носили карманные часы. Кармашек предназначался для них. Сейчас карманные часы редкость. Но кармашек на джинсах остался. В него можно положить что-то небольшое. Например, кольцо. В Лондоне есть столбы, напоминающие уличные фонари, но в них нет лампочек. Это так называемые смрадные трубы, и они пережиты к прошлому. Но в XIX веке они были очень полезны. Полы столбы выпускали воздух и взрывоопасные газы с пахими запахами, чтобы предотвратить нежелательные последствия. У большинства кухонных ножниц посередине между ручками есть металлические зубчики. Ими можно колоть орехи, панцири крабов и другие твердые продукты, а также открывать банки и бутылки или обрезать стебельки трав. Кожа часто смотрится тусклой из-за того, что покрыта крошечными царапинами. Они рассеивают свет, падающий на материал. Покрывая обувь слоем воска, вы заполняете эти трещинки. Поверхность становится более гладкой, и лучи отражаются от нее равномернее, поэтому кожа выглядит блестящей. Текстовые выделители наполнены полупрозрачными флуоресцентными чернилами, которые светятся в тусклом свете. Самые популярные оттенки – это желтый и светло-зеленый. Они не мешают вам видеть текст после ксерокопирования. Копировальные машины воспринимают желтые и светло-зеленые отметки очень тусклыми и не печатают их. Магниты делают в форме подковы, так как это увеличивает их магнитную силу. Цвета тоже имеют значение. Синяя часть означает «южный полюс», а красный – «северный». Оба полюса работают одновременно и усиливают силу притяжения. Оказывается, отверстие размером с монетку в двери лифта – это замочная скважина. Если двери заклинят, то диспетчер сможет открыть их вручную благодаря скважине, используя специальный ключ. Крошечная дырка в окне самолета нужна, чтобы сбалансировать давление воздуха. Иллюминатор состоит из трех слоев. Внешний – суперпрочный, он выдерживает перепады давления воздуха во время взлета и посадки. Внутренний – ближе к вам, сделан из более дешевых материалов. Он предотвращает потенциальные повреждения. Дырка же находится в средней панели. Она не только уравновешивает давление, но и защищает иллюминатор от запотевания. Щетки на эскалаторах нужны для безопасности. Они не позволяют вам приблизиться к краю лестницы, благодаря чему одежда не застревает между ступенек. Солнце кажется нам желтым или оранжевым, так как атмосфера нашей планеты лучше рассеивает синий, зеленый и фиолетовый цвета. По той же причине солнце кажется теплее на рассвете и на закате. Наверняка, отправившись в магазин за апельсинами, вы найдете их в красной сетке. Их редко увидишь без нее. Это маркетинговый ход, и цвет выбран не случайно. Упакованные в красную сетку апельсины кажутся более свежими и приятными на вид. Так что вероятность того, что вы их купите, выше. Лимоны обычно продают в зеленых сетках по той же причине. Положите их в красную сетку, и они покажутся более оранжевыми. Зеленый хорошо сочетается с желтым и заставляет лимоны выделяться. Производители выпускают ограниченное количество разных матрасов. Единственный способ сделать так, чтобы они выглядели по-разному, это придумать причудливый узор. Два матраса двух разных компаний могут иметь абсолютно одинаковое качество, но разную цену. Большинство этого не знает и думает, что разные узоры как-то связаны с качеством. Покупая матрас, не обращайте внимания на узор. Почти в каждом отеле белое постельное белье. Этот цвет выбирают специально, чтобы показать высокий уровень чистоты. Чем белее и ярче белье, тем более премиальным кажется отель. На белых простынях куда проще увидеть грязь и пятна. Это верное доказательство того, что вы въехали в чистый номер. В ремнях безопасности на пассажирских сидениях есть интересная петля. При сильном натяжении стежки на петли разрываются, и лишняя ткань может помочь в амортизации пассажиров. Лишние несколько сантиметров могут иметь решающее значение в тяжелых обстоятельствах. Но на ремне водителя петли нет. Считается, что так безопаснее, учитывая, что рядом находится руль. Ремни безопасности были изобретены еще в середине 19 века, хотя до 1960-х они использовались редко. Система предупреждения столкновений помогла вывести ремни безопасности и другие функции на новый уровень. Прогнозируя столкновения, система автоматически подтягивает ремни безопасности, выравнивая подушки безопасности и обеспечивая нагрузку на тормоза для уменьшения удара. Каждый год происходит 6 миллионов автомобильных аварий, поэтому функции безопасности нужно улучшать не только для предотвращения несчастных случаев, но и для лучшей защиты людей. За последние 25 лет материалы кузова машин начали заменять на алюминиевые и магниевые сплавы, а также на композиты из углеродного волокна. Они не только обеспечивают более экономичную поездку, но и гарантируют, что при аварии такая конструкция создает зону смятия. Когда автомобиль врезается в другой объект, зона смятия поглощает энергию удара, хотя это может привести к большему повреждению автомобиля, но также помогает снизить воздействие на пассажиров. Из-за долгой истории использования автомобильных бамперов трудно представить время, когда их не использовали. Бамперы были изобретены в конце 800-х годов. Со временем они изменились до такой степени, что теперь их обычно просто не видно. Однако они там спокойно ждут под внешними слоями из пенопласта или пластика вокруг жесткого армированного стержня. Все окна автомобиля сделаны из стекла, а лобовое стекло делается из небьющегося материала. Оно имеет несколько слоев, так что если в него что-то прилетит, то на передние сидения осколки стекла не попадут. До 1950-х годов использовалось обычное стекло, но по мере того, как транспортные средства становились все более заметными, в них вносили изменения. Кажется, подушки безопасности были в автомобилях всегда. Однако их изобрели лишь в 1968 году. Они постепенно набирали популярность и в итоге в 1998 году стали обязательными для всех машин. С тех пор подушка безопасности добавилась и в рулевое колесо. Теперь их размещают по всему автомобилю, чтобы защитить всех пассажиров. При ударе срабатывают датчики столкновения и за доли секунды приводят в движение подушки безопасности. Они надуваются в течение миллисекунд. В конце 60-х в автомобилях была внедрена антиблокировочная система – АБС. До этого она использовалась в самолетах, конструкции которых были разработаны еще в 1908 году. Вскоре АБС стала необходимым элементом для всех транспортных средств, обеспечивая сохранение сцепления на скользких поверхностях и контроль при торможении. Сегодня система продвинулась настолько, что ее последние модификации обеспечивают сцепление даже при сильном боковом ветре. Круиз-контроль изобрели еще в 1948 году. Современный адаптивный круиз-контроль гарантирует, что когда машина едет с постоянной скоростью и догоняет более медленный автомобиль, она регулирует свою скорость. Другие варианты могут также гарантировать, что машина полностью остановится, как только определит, что впереди идущий транспорт сделал то же самое. Легко забыть включить дальний свет при долгой езде по длинной и пустынной дороге. И функция автоматического дальнего света быстро набирает популярность. Модули камер распознают тип проходящего через них света и помогают определить необходимость дальнего света. Автоматический дальний свет существует с 50-х годов. Изначально он работал на светочувствительных датчиках, но это было ненадежно. Теперь эта функция определяет источники света, будь то дневной свет, свет машин или даже отражение на знаки, гарантируя, что это не мешает другим водителям. Настоящая головная боль? Следить за тем, чтобы никто не попал в слепую зону, из-за чего происходит около 400 тысяч аварий в год. Солнечные датчики в задних бамперах транспортных средств и системы мониторинга слепых зон отслеживают соседние полосы движения. Они предупреждают водителя о том, что рядом может находиться транспорт с помощью мигающих огней на приборной панели или звуковых сигналов. Датчики помогают со многими проблемами, возникающими из-за слепой зоны. Полтора миллиона аварий происходит из-за набора текстовых сообщений во время вождения, а усталость – причины 10% аварий ежегодно. Система мониторинга водителя с помощью датчиков помогает отслеживать движение автомобиля, чтобы убедиться, что водитель обращает внимание на дорогу. Если система определяет, что водитель устал или отвлекся на телефон, она подает сигналы. Шины – очень важный компонент автомобиля. От них напрямую зависят многие функции безопасности. Вот почему очень важно следить за тем, чтобы шины всегда были в отличном состоянии. Система контроля давления определяет давление воздуха во всех шинах, гарантируя, что вы будете знать, когда их нужно подкачать. Постоянное развитие технологий продолжает обеспечивать нашу безопасность на более длинных участках дороги. Предупреждение о съезде с полосы движения фокусируется на линиях на дороге, гарантируя, что автомобиль остается в пределах полосы. Каждый раз, когда автомобиль выезжает за линию дороги без соответствующего сигнала, функция на основе камеры это распознает и подает сигнал водителю. Система удержания полосы движения использует тот же принцип. Когда машина подъезжает слишком близко, система регулирует рулевое управление и центрирует автомобиль в пределах своей полосы движения. В более продвинутых автомобилях есть даже возможность автономного вождения. Система автопилота вывели круиз-контроль на новый уровень. Теперь автомобиль может не только ехать без участия водителя по полосе с заданной скоростью, но и при необходимости менять полосу движения. Некоторые функции безопасности только начинают входить в моду. Например, ночное видение с термографическими камерами для наблюдения за пешеходами и животными. Оно выводит данные на информационные экраны и идентифицирует объекты по тепловым сигнатурам. По оценкам, в мире используется полтора миллиарда автомобилей. И по мере роста населения ожидается, что автомобилей тоже станет больше. Функции безопасности будут продолжать развиваться. Инфракрасные фары будут адаптированы для езды в условиях плохой видимости, таких как гроза, снег и туман. И это улучшит качество вождения в любых условиях, не создавая неудобств другим водителям. Системы управления вскоре смогут отслеживать и полностью идентифицировать поведение человека. Будь то неосторожное поведение на дороге или другие меры предосторожности, автомобили получат возможность целиком контролировать ситуацию, обеспечивая безопасность как пассажиров, так и водителя. Ветровые стекла с дополненной реальностью уже находятся в стадии разработки и обеспечивают отражение индикаторов приборной панели. Вполне возможно, что скоро все необходимые указания с карт и оповещения будут появляться прямо перед водителем, чтобы он мог не отвлекаться от дороги. Подушки безопасности будут использоваться не только внутри автомобиля, но и снаружи, активируясь при столкновении. Скорее всего, они будут выскакивать наружу, накрывая всю внешнюю часть автомобиля и значительно уменьшая воздействие удара. А после этого кузов автомобиля даже не нужно будет полировать. В будущем технологии станут настолько прогрессивными, что сами автомобили будут иметь собственную форму общения, но не с водителями, людьми, а с другими автомобилями. Только представьте, автомобили общаются и обмениваются информацией, выявляя препятствия, проблемы на дороге или неблагоприятные погодные условия. Все это обеспечит наиболее безопасный маршрут из возможных. Хорошо, я в курсе, что они холодные на ощупь, особенно в морозный зимний день. Но знаете ли вы, что латунные дверные ручки не только стильно выглядят, но и выполняют особую функцию? Как медный сплав, латунь обладает антимикробными свойствами. Это означает, что она помогает избавляться от вредных микробов и бактерий, иногда в течение пары часов. В местах с большой проходимостью это особенно полезно. Но поскольку латунь стоит дороже других металлов, например, никеля и стали, сегодня такие дверные ручки почти не встречаются. У большинства отверток тоже есть секрет. Их можно просунуть через гаечный ключ, чтобы создать больший крутящий момент. А еще это очень удобно, когда вам нужно закрутить болт в каком-нибудь труднодоступном месте. Есть причина, по которой пуговицы на женских рубашках удобны для левшей, и она не имеет ничего общего с модой. Эта особенность восходит к тем временам, когда горничные помогали дамам одеваться. Такое расположение было удобнее для горничных, а также подчеркивало богатство хозяйки наряда. Вот почему эта практика сохранилась, хотя в наши дни большинство людей одеваются сами. В следующий раз, когда будете вскрывать посылку, обратите внимание на свой канцелярский нож. Если на лезвии есть несколько диагональных линий, значит вас ждет небольшая инженерная находка. По этим линиям лезвия можно отламывать. Постоянная резка картона затупляет край лезвия. Чтобы не покупать новый нож, можно отломить последний сегмент вдоль линии и получить новый острый край. Используйте для этого щель на насадке в задней части инструмента. Инженеры, придумавшие это гениальное изобретение, вдохновлялись способом разделения шоколадных плиток на дольки. Подождите минутку, не выбрасывайте пока картонную коробку. Скорее всего, в ней лежит несколько пакетиков силикогеля. Этот гель служит для сушки. Он отлично собирает влагу из окружающей среды, поэтому вам стоит сохранить эти пакетики и использовать позже. Если вам понадобится высушить телефон или другое устройство, поместите его в контейнер с силикогелем, чтобы уменьшить повреждения. Не нужно быть механиком, чтобы понять, когда автомобильные шины нуждаются в замене, поскольку они оснащены индикатором. Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что канавки в рисунке колеса прерываются особыми резиновыми перемычками. Как только перемычки начнут истираться, это признак того, что вам необходимо записаться в автосервис, поскольку шины, скорее всего, потеряли большую часть сцепления с дорогой и ездить стало небезопасно. В верхней части лобового стекла автомобиля имеются черные точки, вплавленные в края стекла. Их наносят не для красоты. Эти точки называются фриты. На стекло добавляется специальный тип керамической краски для защиты герметика от ультрафиолетовых лучей. Точки также делают поверхность более шершавой, за счет чего клей лучше удерживает окно на месте. Когда в следующий раз окажетесь за рулем, найдите небольшой рычажок под зеркалом заднего вида. Вы вряд ли знали, что он служит для переключения зеркала из дневного режима в ночной. В зеркале используется технология призматического стекла для размытия отражения и уменьшения бликов от фар позади вас. Наклоняемые вручную зеркала изобрели в 30-х годах 20-го века, но стандартом они стали в 70-х. Находясь в машине, обратите внимание на подголовники. Вы, скорее всего, не знаете, что у них есть дополнительное назначение. Конечно же, они помогают обеспечить поддержку головы для пассажиров разного роста. А скрытая особенность заключается в том, что они съемные и оснащены двумя очень прочными металлическими штырями. Если вы когда-нибудь застрянете в машине, и вам нужно будет быстро выбраться, эти штыри помогут разбить окна автомобиля. Итак, вы ведете машину, и вдруг у вас заканчивается бензин. То, что я сейчас опишу, больше похоже на анекдот, чем на реальную ситуацию. Но что, если вы настолько торопитесь, что случайно выезжаете с заправочным пистолетом, все еще находящимся в баке? Заправочные пистолеты сконструированы таким образом, чтобы предотвратить любую опасность. Они оснащены механизмом отрыва, который позволяет шлангу легко отделяться при достаточном усилии. Кеды, созданные в начале 20 века для баскетболистов, вскоре стали базовым предметом гардероба, подобно джинсам и кожаным курткам. Если вы присмотритесь к ним внимательнее, то увидите, что у них сбоку есть две дырочки, похожие на отверстия для шнурков. Они сделаны не только для того, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, но и чтобы люди могли более творчески подходить к шнуровке. Признайтесь, вы всегда считали, что палочки для еды соединены попарно с единственной целью – держать их вместе, пока вы не будете готовы приступить к трапезе. Это не совсем так. При более детальном осмотре вы заметите, что деревянные палочки заканчиваются прямоугольной пластиной. Это наследие старой японской традиционной конструкции, которая помогает легко отламывать конец. Его можно использовать в качестве подставки для палочек, чтобы сохранить их в чистом состоянии и снова использовать после перерыва, поскольку они не будут касаться стола или любой другой поверхности. Женские велосипеды имеют особую конструкцию, которая, как ни странно, имеет историческое и модное объяснение. Более низкая рама в основном предназначена для того, чтобы компенсировать более низкий рост дамы по сравнению с ростом среднестатистического джентльмена. За счет этого рули, седло тоже оказываются ниже. Однако у низкой рамы есть еще одно предназначение. Когда женщины постоянно носили длинные юбки и платья, им нужно было быть уверенными, что их наряды не зацепятся за раму. Для этого придумали велосипед с более низкой рамой, идеально подходящей для женщин и их потребностей того времени. Разноцветная зубная паста – это не просто приятная мелочь, делающая чистку зубов более веселой. С каждым из цветов связан особый смысл, который уходит корнями в 70-е годы 20-го века. В те времена люди стали активно интересоваться гигиеной полости рта, и искали продукты, которые были способны на большее, чем просто очищение зубов. Одна компания догадалась добавить в свою зубную пасту ополаскиватель для полости рта, то есть синюю полоску. Позже она добавила красную полоску, которая должна была содержать ингредиенты, помогающие ухаживать за деснами. И еще о зубной пасте. В следующий раз, когда откроете новый тюбик, проверьте крышку. Возможно, вас ждет небольшой сюрприз. Внутри колпачка есть заостренный шип, который позволит проколоть защищающую тюбик-мембрану, не порезавшись и не испортив маникюр. Не говоря уже о том, что это более гигиенично, поскольку так вы не занесете микробы или бактерии в саму пасту. У зубных щеток тоже есть секрет. Их щетинки часто бывают разноцветными. Это не только придает зубной щетке более привлекательный вид, но и имеет практический смысл. Большинство зубных щеток имеют узор из синих щетинок, переплетенных с белыми. Синяя краска постепенно выцветает, сигнализируя о том, что пора менять щетку. Стоматологи говорят, что зубные щетки следует менять каждые 3-4 месяца. И щетинки напомнят вам об этом, если вы вдруг забудете. Вы все еще любите играть в лего? Я не осуждаю. Это отличное хобби для всех возрастов. Обратите внимание на отверстие верхней части голов лего-человечка. Перед вами элемент безопасности, разработанный компанией лего для предотвращения удушья. Если человек проглотит такую деталь, она может заблокировать дыхательные пути. Отверстие позволит воздуху свободно проходить через деталь, пока ее не удастся извлечь. Мы привыкли к самым разным формам современных лампочек. Они могут быть вытянутыми, ромбовидными и даже витыми. Однако исторически лампочки были круглыми, и первоначальная форма служила определенной целью. Конечно, круглая форма была связана с тем, что стеклянные лампочки выдувались вручную. Но имелась и скрытая причина. Нить накала должна была находиться на одинаковом расстоянии от каждой точки стеклянной поверхности. Самым простым способом добиться этого было сделать стекло в форме шара. Цилиндр на конце кабеля не такой бесполезной, как может показаться. На самом деле это ферритовая бусина, которая используется во многих электрических проводах для снижения электромагнитных помех. Без таких цилиндров электрические провода ловят помехи, словно антенны. Есть причина, по которой вращающаяся платформа внутри микроволновой печи имеет круглую форму. Круглый предмет равномерно распределяет тепло, в отличие от прямоугольных и квадратных. Когда вы помещаете внутрь прямоугольный контейнер, энергия фокусируется на углах, а не распределяется равномерно, как в круглом контейнере. Регулятор температуры на тостере обычно используют, чтобы выбрать, насколько прожаренными будут тосты. Но на самом деле он предназначен для разных видов хлеба. Белый и сладкий хлеб нагревается гораздо быстрее, чем темный рожаной. Чем старше хлеб, тем больше времени ему потребуется, чтобы стать золотисто-коричневым. У большинства духовок есть возможность оставить дверцу приоткрытой, когда внутри находится блюдо. Вы, наверное, думаете, что это помогает духовке быстрее остыть после использования. На самом деле смысл в том, чтобы сосредоточиться на приготовлении верхней части блюда и получить аппетитную корочку. Контролируя накопление тепла и пара путем их выпуска через приоткрытую дверцу, вы получите желаемый результат, не дав блюду подгореть. Вы, наверное, заметили, что в вашей посудомоечной машине есть специальные зоны для различных видов столовых приборов и посуды. Но все предметы должны быть развернуты к центру, а не в одну сторону. От того, для какой пищи использовались тарелки, зависит, куда их лучше поставить. Поскольку середина машины получает самую сильную струю, тарелки с пятнами от помидоров и картофеля, содержащими углеводы, следует размещать именно там. Во время мойки моющее средство стекает в основном по краям машины, создавая эффект водопада. Поэтому посуду с пятнами на основе белка, например, от яиц, лучше ставить туда. Потолочные вентиляторы в жаркий день гонят холодный воздух вниз, чтобы он циркулировал по комнате. Но они могут быть полезны и зимой, если вы щелкнете переключателем или подтянете за веревочку. Если хотите сэкономить на отоплении и быстрее прогреть комнату в холодный день, включите вентилятор в зимнем режиме. Он потянет воздух вверх и поможет распространить тепло по комнате. Вы все еще используете клейки и листки для заметок вместо новомодных приложений? Добро пожаловать в клуб! Очень раздражает, когда они начинают закручиваться. Если вы сталкивались с этой проблемой, значит, вы отклеивали их снизу вверх. Это и приводит к скручиванию. Если отрывать их сбоку, они останутся плоскими и будут лучше держаться на месте. Знаете ли вы, что консервные ножи изобрели только через 50 лет после распространения консервных банок? И как же люди открывали банки? Есть альтернативные способы на случай, если вы потеряете свою надежную открывалку. Все, что вам нужно, это металлическая ложка. Поставьте банку на стол, крепко держите ее и возьмитесь за головку ложки. Надавите у края крышки банки и энергично потрите небольшой участок. Это займет время, но постепенно небольшая вмятина превратится в отверстие. Когда отверстие станет достаточно широким для кончика ложки, подденьте крышку и продолжайте двигаться вдоль края, пока, наконец, не получите доступ к содержимому банки. Большинство унитазов работают за счет давления воды и силы тяжести, поэтому электричество на них не влияет. Но если для работы вашего унитаза требуется электричество, при перебоях с ним у вас могут быть проблемы. Хорошая новость в том, что электроэнергия используется только для наполнения бачка, а не для смыва. Поскольку механизм смыва все равно будет работать, откройте бачок, залейте в него пару литров воды и смело делайте свои дела. Сток в душевой со временем засоряется. Это неизбежно. Мы теряем от 50 до 100 волос в день, и многие из них застревают в стоках. Волосы образуют основу засора, что влечет за собой скопление другого мусора. Отличный лайфхак! Вставить шланг пылесоса в сливное отверстие и извлечь пробку. Оберните конец шланга влажной тряпкой, чтобы исключить выход воздуха. Вакуум поможет сосать засор намного эффективнее. Так вы сэкономите на вызове сантехника, который и сам использует эту хитрость. Чтобы свечи горели дольше, регулярно подрезайте фитили и держите свечи как можно дальше от любой влаги. Это гарантирует, что воск останется твердым и не догорит раньше времени. Пустое пространство между стеклами в дверце духовки существует не просто так. Туда можно просунуть щетку, чтобы почистить стекла. Доступ к этому пространству легко получить через нижнюю часть дверцы. Выдвиньте нижнюю полку, а затем просуньте щетку в отверстие. При парковке в гараже бывает непросто определить дистанцию до задней стенки. Не все автомобили оснащены датчиками, которые следят за тем, чтобы вы не проделали бампером снятие в стене. Повесьте на потолок теннисный мячик на веревке в нужном месте, и вы вовремя остановитесь. Все мы в курсе, что если замок заело, его нужно смазать. Но если смазки под рукой нет, можно использовать простой карандаш. Покрасьте им ключ по бокам, прежде чем вставлять в скважину. Повторите несколько раз, пока замочная скважина не будет достаточно смазана, и ключ не начнет поворачиваться плавно. Вы можете испортить кран или душевую насадку, если попробуете отрегулировать их плоскогубцами. К тому же инструмент будет соскальзывать. Возьмите пару кусков старого садового шланга и прикрепите их к губкам плоскогубцев. Захват здорово улучшится, и вы больше ничего не испортите. Куски старой резины очень полезны в домашнем хозяйстве. Если у вас не получается затянуть или ослабить винт с помощью отвертки, попробуйте использовать резинку. Закройте ей головку винта, и отвертка получит гораздо большее сцепление с поверхностью. Таскать цементные блоки небезопасно для вашей поясницы. Даже если у вас есть тачка, процесс разгрузки цемента может быть очень рискованным. Три простые цилиндрические трубы помогут изменить ситуацию к лучшему, независимо от размера блока. Приподнимите край первой трубы с помощью монтировки и продолжайте маневрировать, постепенно направляя все три трубы в нужное место. Только не стоит делать это на склоне. Первый удар по гвоздю может быть очень удачным или наоборот привести к тому, что большой палец будет болеть. Заколка-невидимка идеально подходит, чтобы удерживать гвоздь на месте. Так вы сможете не волноваться за свою руку и смело заколачивать гвоздь. При работе с пилой с подачей воды используйте восковой мелок вместо ручки или карандаша, чтобы не смыть разметку. Кроме того, след от мелка легче разглядеть через мутную воду. Проверка водостоков на крыше на предмет засоров может занять много времени. С помощью клейкой ленты прикрепите зеркало к концу длинной швабры и посмотрите, не пора ли чистить водосток. Чтобы лестница крепче держалась на месте, когда вы решите забраться на крышу, вставьте ее опоры в старые ботинки. Площадь подошв и их сцепление с землей сделают вашу миссию более безопасной. Жидкий герметик обычно продают в огромных тюбиках, поэтому его сложно сразу использовать до конца. Герметик твердеет и закупоривает носик. Возьмите обычную пробку и просверлите в ней отверстие, чтобы сделать идеальную крышку для жидкого герметика. Теперь он готов к повторному использованию. В крекерах есть отверстия, чтобы они не трескались и не ломались во время выпекания. Если бы отверстий не было, внутри крекера скапливался бы пар, разрушая печенье. Изучите бутылку газировки и вы заметите под ее крышкой диск. Он помогает герметично закрывать бутылку, чтобы оттуда не выходил газ. Длинное горлышко бутылки сделано таким образом, чтобы вам было удобно держаться за него. Так тепло от руки согреет только верхнюю часть бутылки, а не весь напиток. Еду в микроволновой печи трудно разглядеть из-за черной решетки на дверце, но она нужна для защиты от вредных микроволн. Это клетка Фарадея, и она не только защищает вас, но и гарантирует, что еда готовится должным образом. В упаковке чипсов содержится около 43% азота. Можно подумать, что вы платите за воздух, но все с точностью до наоборот. Кислород, которым мы дышим, вступил бы в реакцию с чипсами внутри пакета, заставив их быстро прогоркнуть. Этот процесс называется окисление. Азот это инертный газ, который помогает сохранять продукты свежими и защищает их во время перевозки. Пакетик чипсов с газовой подушкой позволяет нам наслаждаться хрустящими чипсами, а не крошками. В пончиках есть отверстие, чтобы внутренние и внешние части пропекались равномерно. До его появления внутренняя часть часто оказывалась сырой, а внешние слишком сухой. Поля для бумаги нужны не для пометок и нумерации страниц. Изначально их делали для защиты. Раньше в домах бегало много крыс, а бумага была одной из их любимых закусок. Поля делались для того, чтобы крыса вместе с бумагой не сгрызали важную информацию. Дырка в палочке от леденца нужна не для того, чтобы предотвратить удушье, если ее когда-нибудь проглотит, а чтобы удерживать конфету. Избыток сиропа стекает в полую трубку и в отверстие. Затвердев, он удерживает конфету на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета бы легко соскальзывала. Пылесосы продаются с разными насадками, но для чего нужна щетка с длинной щетиной? Она предназначена для сбора пыли с картин в рамах, жалюзи и абажуров. В чем разница между пластиковой вешалкой и деревянной? На вешалках из кедра одежда висит ровнее, а еще этот материал отпугивает моли других насекомых. Соль нужна не только для приготовления пищи, она может избавить вас от резких запахов, например, от запаха чеснока после его нарезки. Это работает и с обувью. У тостеров есть потайной отсек в нижней части, который можно вынуть, чтобы вытряхнуть все набившиеся крошки. Если вам неудобно доставать конфеты из коробки, взгляните на эти маленькие дырочки. Надавите на них прямо рядом с конфетой и она легко выскочит. Когда вы пьете кофе из стакана с крышкой, давление воздуха в нем снижается и новый воздух стремится попасть в стакан. Маленькая дырочка на крышке нужна, чтобы давление выравнивалось и вы могли пить через основное отверстие. Кстати, о крышках для напитков. Маленькие кнопки на них позволяют работникам ресторана, да и клиентам, понять, что находится в стакане. Рядом с каждой кнопкой есть название. Просто взгляните, какая из них нажата. Цифры на наклейках с фруктами могут рассказать, как именно они были выращены. Если там четыре цифры, а первая четверка или тройка, то плод был опрыскан пестицидами. Если там пять цифр, а первая девятка, плод был выращен органически. Если цифр пять, а первая восьмерка, плод был генетически модифицирован. Когда вы возвращаетесь к машине после того, как упаковали все покупки, используйте петли на тележке, чтобы повесить сумки. И более мягкие продукты, такие как хлеб, яйца, фрукты и овощи не будут раздавлены более тяжелыми. Если у вас нет никого, кто мог бы подержать другой конец рулетки, когда вы пытаетесь что-то измерить, забейте гвоздь и прикрепите к нему ленту, используя крошечное отверстие, которое есть на всех рулетках. Ложка квадратной формы, которая идет в комплекте с десертом Макфлури, помогает смешивать мороженое с топпингами. Ложка прикрепляется к аппарату и вращается. Наружные навесные замки быстро портятся из-за влаги. Видите маленькую дырочку внизу? Туда нужно капать машинное масло. Смажьте замок и ключ снова будет легко поворачиваться. Вы стучите по дну стеклянной емкости с кетчупом, но это не помогает. Поверните бутылку с кетчупом под углом и постучите посередине горлышка. Во многих ресторанах быстрого питания вам предлагают налить кетчуп или горчицу в маленькие бумажные стаканчики. Хорошая новость! Эти стаканы разворачиваются, превращаются в тарелочки и вмещают больше соуса. Отверстие в ручке кастрюли или сковородки не только позволяет вешать их на стену. Во время приготовления пищи туда можно вставлять ложку для перемешивания, чтобы на кухне было чище. Синие щетинки или щетинки любого другого темного цвета на зубной щетке служат индикаторами. Когда они выцветают, пора менять щетку или ее головку. Дополнительное отверстие в верхней части раковины имеет пару тайных функций. Во первых, если кто-то забудет закрыть кран, вода не перельется через край и ванную комнату не затопит. А во-вторых, благодаря этому отверстию вода стекает быстрее, так как оно пропускает воздух, помогая воде уходить. В металлических молниях есть скрытый замок, который оберегает нас от конфузов с расстегнутой ширинкой. Не оставляйте ручку бегунка в положении вверх. Когда вы ее опускаете, она блокирует замок благодаря крошечным канавкам. Прокисшее молоко выделяет газы, как и другие продукты, когда они портятся. В некоторых пластиковых емкостях для молока есть углубления. Когда молоко портится и газы расширяются, углубления выпрямляются и емкость тоже расширяется. Если хотите заморозить молоко, за счет этих углублений емкость расширится, а не лопнет. Ароматная пена нужна не только для того, чтобы купаться было веселее. Она помогает регулировать температуру. Пузырьки сохраняют воду горячей, так что можно наслаждаться ванной чуть дольше. Но это работает только для акриловых ванн. Металлические быстро теряют тепло даже с пеной. На донышке многих чашек и кружек есть небольшие углубления. Их добавили из-за посудомоечных машин. Канавки позволяют воде стекать и не проливаться вам на ноги, когда вы достаете вымытую посуду. А еще эти канавки пропускают воздух, так что чашка не треснет, даже если чай очень горячий. Шип на колпачок тюбика с пастой или мазью добавляют не просто так. Как правило, тюбики запаивают или запечатывают фольгой, и лучше не открывать их ногтями. Шип легко откроет даже самый надежно запечатанный тюбик. Щетки на эскалаторах нужны не для того, чтобы полировать а не хобовь, да и наносить воск на щетку, пока эскалатор находится в движении неудобно. Дело в нашей безопасности. Щетки не дают приблизиться к краю, поэтому длинное пальто или широкие джинсы не затянет между ступенями. Все упаковки Тик-так не случайно выдают одно драже за раз при открывании. Крышка имеет ту же форму, что и конфета. Переверните контейнер вверх дном, осторожно встряхните его и медленно откройте. Между пазами крышки будет лежать одно драже. Если вы открываете контейнер и трясете его до тех пор, пока 5 или даже больше драже не попадут вам в рот, это означает, что все это время вы ели Тик-так неправильно. Раньше помпоны на шапках были не только модными аксессуарами. Их пришивали, чтобы моряки не бились головами о слишком низкие потолки на кораблях. У вас день рождения. Вы загадали желание и задули свечи. Теперь пора разрезать вкуснейший круглый торт. Гостям уже не терпится его попробовать. Погодите, а вы уверены, что точно знаете, как его резать? Чаще всего торты нарезают треугольными кусочками. Это очень популярный способ, хотя далеко не идеальный. Кому-то из гостей глазури не достанется, а кто-то получит слишком много. К тому же торты довольно хрупкие и легко крошатся. Есть альтернативный способ, который действительно работает. Вам нужно лишь легонько придавить торт большой разделочной доской. Затем разрежьте его горизонтально поперек и положите самую длинную полосу на доску. Теперь этот кусок можно разделить между гостями, и они смогут выбрать себе кусочек по душе, побольше или поменьше. Погодите, кто захочет кусочек поменьше? А еще благодаря этому остатки торта не засохнут так быстро, и если кому-то захочется добавки, просто повторите трюк с доской столько раз, сколько нужно. торт для вечеринки припасли слишком маленький торт, есть одна хитрость, которая позволит угостить абсолютно всех. Разрежьте торт на небольшие кубики, положите в одноразовые стаканы и закрепите слои зубочисткой. Так можно сделать канапе из торта и подать их на подносе. Если под рукой не оказалось ножа, на помощь придет зубная нить. Нужно действовать очень осторожно, и тогда нить с легкостью пройдет через торт и не повредит глазурь и украшение. Этот способ также пригодится, если нужно порезать слои торта или пирога горизонтально. Лучше, конечно, использовать зубную нить без вкуса, если не хотите добавить торту мятные свежести. Вы решили повесить на стену картины или дипломы в рамках, но они почему-то не держатся ровно, если использовать только проволоку гвоздь, скорее всего, картина будет висеть криво. Лучше взять два гвоздя, так рамка будет держаться ровно. Проверьте, чтобы проволока не была слишком длинной, из-за этого картина может шататься. А еще можно использовать прозрачные двусторонние липучки. Прикрепите по одной липучке в каждом углу рамки, и она точно не упадет. Даже самые качественные маркеры со временем перестают писать, но это совсем не повод их выбрасывать. Приклейте маркеры вокруг цветочного горшка, а затем покройте получившуюся конструкцию золотой краской. У вас получится роскошная ваза, которая украсит интерьер. Можно также использовать любую цилиндрическую вазу или банку, если маркеры подходят по размеру. Каждый из нас наверняка проливал на одежду горячий напиток, пока нес его к столу. Многие просто берут чашку всей ладонью или держат ее за ручку, но в обоих случаях можно получить ожоги. Исследователи разобрались, как же правильно держать чашку с кофе, чтобы ничего не пролилось. И поверьте, вряд ли вы так делали. Растопырьте пальцы и обхватите ими верх чашки. Это поможет не обжечь ладони и не пролить кофе. И, кстати, выглядит весьма элегантно. На упаковке с пищевой фольгой сбоку есть небольшие клапаны. Их нужно протолкнуть в упаковку. И когда вы будете разворачивать рулон, у вас не возникнет проблем. А еще фольга будет надежно закреплена в упаковке. В обувных магазинах обувь часто продают вместе с маленькой пластиковой вешалкой. Не спешите ее выбрасывать, она вам еще пригодится. Если обувь намокнет, вы сможете повесить ее на радиатор и легко высушить. Этот трюк точно будет полезен, если вы промочите ноги по пути на работу. Если вы стираете обувь в стиральной машинке, то знайте, что это очень шумное мероприятие. Чтобы барабан в машинке не гремел так, будто туда набросали камни, положите обувь и шнурки в мешок для стирки. Если у вас его нет, воспользуйтесь обычной наволочкой. Еще вместе с обувью в машинку можно положить большое старое полотенце. Благодаря ему создастся дополнительное трение и обувь будет еще чище. Только не вздумайте этим же полотенцем потом вытирать лицо. Средство для чистки стекол поможет быстро привести в порядок ваши туфли из лакированной кожи. Просто побрызгайте их и протрите мягкой сухой тряпкой. Вуаля! Блестят как новенькие. Появились заломы на обуви? Без паники! Набейте обувь тканью. Это поможет вернуть ей прежнюю форму. Затем положите на залом влажное полотенце. Аккуратно прогладьте это место утюгом. Залом исчезнет или станет менее заметным. А вот гениальный совет, как хранить и подавать свежую зелень. Нарежьте и перемешайте зелень, положите ее в пластиковую бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике. Теперь зелень всегда под рукой и ее не нужно нарезать каждый раз. Так можно делать разные заправки для салатов. Добавьте в бутылку растительное масло, специи и соус и хорошенько потрясите. Еда в микроволновке разогревается неравномерно. Одна часть может стать очень горячей, а другая остаться холодной. Если вам интересно, как с этим справиться, вот вам решение. Положите еду на тарелку и сделайте отверстие посередине. У вас получится что-то похожее на большой пончик. Так еда разогреется равномерно. Но не ставьте тарелку в центр крутящейся подставки, лучше подвиньте ее к внешнему краю. Если нужно разогреть сразу две порции, поставьте в микроволновку чистую чашку вверх дном. Наверх поместите вторую тарелку. Проще простого. Лимон можно выдавить с помощью обычных кухонных щипцов. Разрежьте его пополам и поместите одну половинку между щипцов. Теперь сожмите их над миской и соберите сок. Добавьте воду, сахар и лед. Получится вкусный лимонад. Попкорн в микроволновке уже готовится, а вам не терпится посмотреть новую серию любимого сериала. Через пару минут все будет готово, но на дне пакета может затаиться парочка твердых зерен, и если вы случайно положите их в рот, вашим зубам не поздоровится. К счастью, на дне пакета есть небольшая щель. Вот что нужно сделать. Когда попкорн будет готов, не спешите открывать пакет. Переверните его и хорошенько потрясите над миской, и все твердые зерна попадут туда. Теперь попкорн можно есть спокойно. Если вы случайно сожгли еду на плите и не хотите, чтобы сработала пожарная сигнализация, сделайте вот что. Лучший способ быстро избавиться от дыма наполовину смоченное полотенце. Держите его за сухую часть и машите над головой. Влажная часть полотенца быстро впитает твердые частицы дыма. Киви можно почистить без ножа. Отрежьте верх и низ фрукта. Затем аккуратно вставьте столовую ложку между кожурой и мякотью и проворачивайте, пока не отделится вся кожура. Вуаля! Теперь киви можно есть, хотя некоторые едят его неочищенным. Его действительно можно есть с кожурой. В ней содержится клетчатка, фолиевая кислота и антиоксиданты. Так что если вас не пугает шерстка, приятного аппетита, только не забудьте вымыть фрукт. Есть множество удивительных функций у вещей, изначально предназначенных для других целей. Мы рассмотрим некоторые из них, а еще предметы повседневного обихода, о дополнительных возможностях которых вы не догадывались. Давайте как следует повеселимся! Сегодня во многих кухонных ножницах есть зазубренное отверстие на стыке ручек и лезвий. Его можно использовать в качестве ножа для очистки стебля для трав вроде тимьяна, розмарина и шмидт-лука. Экономит кучу времени на удаление листьев вручную. А если у вас нет вазы, можно преподнести розы второй половинки. Только будьте осторожны, передовая ножницы. Металлический язычок на банках газировки приходилось придерживать ее пальцами. Язычок холдер заменил язычок колечка, созданный в начале шестидесятых. Вы его помните, да? Они бывали довольно острыми, легко ломались и представляли угрозу для окружающих. Теперь туда можно засунуть соломинку, пускать пузыри и устраивать беспорядок. Иногда вместе с одеждой вам достается пластиковый пакетик с дополнительной пуговицей и кусочком ткани. Ткань может использоваться для небольшого ремонта и еще на ней можно тестировать воздействие чистящих средств, а также режимов стирки, прежде чем стирать саму вещь. Или вообще использовать вместо носового платка. Я ничего такого не имел в виду. Отвертку можно использовать как рычаг, если не удается что-то поднять или сдвинуть. У некоторых из них есть еще шестиугольная ручка, которая удобно ложится в гаечный ключ. Его можно использовать для улучшения вращения или опять же в качестве рычага. Так намного удобнее. Некоторые не так уж сильны. Ну или только я. канцелярские резинки имеют множество преимуществ. Но если вам трудно открыть бутылку, резинку можно обернуть вокруг крышечки для улучшения захвата. Пушистые щетки нужны на эскалаторах по той же причине, что и желтые линии на ступеньках. Они мешают нам приближаться к опасным участкам. Люди не всегда обращают на это внимание, и одежда может слишком близко подобраться к краю предотвратить подобное. А еще они не дают разной мелочи свалиться в щель. В джинсах есть две одновременно функциональные и слегка сентиментальные особенности. Металлические заклепки вокруг карманов помогают зафиксировать точки напряжения. Это гарантирует, что они прослужат чуть дольше обычного, хотя заклепки есть не на всех джинсах. У многих джинсов над основным карманом до сих пор есть крошечный карман. Изначально он был предназначен для карманных часов. Несмотря на то, что часы канули в прошлое, многие люди хранят в кармане монетки, кольца или даже флешки. Может это и очевидно, но насечки на шинах нужны для сцепления с дорогой. Также они служат отличным индикатором износа покрышек. Если борзды стали мельче и покрышки практически сгладились, пора их менять. Если вы этого не сделаете, то при следующем резком торможении рискуете обнаружить, что машина превратилась в огромные ролики. Контейнеры для еды, которые по большей части ассоциируются с китайскими ресторанами, предназначены не только для доставки, но и для хранения в холодильнике. А еще вы можете есть прямо из них и не переживать по поводу грязной посуды. Да, на самом деле их запатентовали в 1894 году для перевозки свежевыловленных устриц. Их даже называли ведерко для устриц. Позже их превратили в водонепроницаемые контейнеры для еды. Сидя в самолете и выглядывая в окно, вы могли заметить небольшие отверстия или, в некоторых случаях, одно отверстие в самом низу. Это вентиляционное отверстие, предназначенное для уравновешивания разницы воздушного давления внутри кабины и снаружи, особенно на большой высоте. А еще оно регулирует влажность между стеклами, предотвращая образование изморозей и обеспечивая вас ценным обзором. Простите, кажется, никаких смайликов на иллюминаторе. Японская компания впервые представила его еще в 1956 году. Круто! Изобретатели вдохновились отламывающимися на шоколадных плитках рядами. Только не перепутайте! Лезвие нельзя есть! Посмотрите на измерительную ленту. На металлическом кончике почти всех рулеток есть небольшое отверстие. Это зацеп для гвоздей. Он фиксирует ленту на гвозде или шурупе. Удобный лайфхак, который помогает делать замеры самостоятельно. Очень полезно! Углубление с одной стороны невидимок позволяет лучше зафиксировать прическу. Безумная идея, да? Ровная сторона должна смотреть вверх, а волнообразная касаться головы. В английском их называют Bobby Pins из-за прически, популярной в 20-х годах 20-го века, хотя сами заколки изобрели еще в 19-м. Прическа ушла, а заколки остались. Пожалуйста, снимайте их перед мытьем головы, иначе они могут повредить волосы. Замечали во время поездок на автобусах и автомобилях текстурные черные точки, образующие шероховатую поверхность. Конечно, это не дизайнерское решение, а фриты капельки керамической краски. Они защищают стекло от ультрафиолета, а еще к такой поверхности удобнее крепить пленку. Если видите розовый комок клея в углу, прошу вас, не трогайте его. Это чья-то старая жвачка. Посмотрев на дно замка, вы, скорее всего, обнаружите одно-два небольших отверстия. Оно предназначено для отвода воды, скопившейся внутри после дождя. Такой микродренаж предотвращает ржавление внутреннего механизма и его замерзание в холодную погоду. Если замок, наоборот, заклинило, внутрь можно залить вещество на масляной основе, чтобы вернуть замок к жизни. Если вы потеряли ключи и хотите облегчить страдания, можно покричать в замочную скважину. Это не поможет ее открыть. Зато вам станет лучше. На спинке внутри некоторых классических рубашек можно найти тканевую петлю. Да, верно. Это петля для крючков. Говорят, петли начали использовать в морском флоте, поскольку одежду можно было легко повесить на стену. В 60-е годы в колледжах модно было носить рубашки, застегнутые на все пуговицы, из-за чего их было трудно повесить, поэтому дизайнеры переместили петлю назад. Если студент снимал петлю, это значило, что у него появилась девушка. Если только друг не отрывал ее шутки ради, тогда все вокруг начнут спрашивать, с кем вы встречаетесь? Это еще не конец истории, но нет времени зависать. Специально, мне нравится. Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужны небольшие насечки по краям монет? Эта традиция осталась с тех времен, когда они стоили больше. Фальшиво монетчики могли легко подпилить края, продать их как золотые или серебряные монеты и хорошо заработать. Насечки придумали, чтобы было легко понять, какие монеты обточили. В современном мире это больше не нужно, однако прежний сохранился. Если вам когда-нибудь станет очень скучно, можете попробовать подсчитать, сколько на монете насечек. Вообще-то идея довольно нудная. Лучше посмотрите еще одно видео AdMe.